Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех видеть. Давайте начнем нашу работу, которая посвящена завершению очередного этапа работы над таким замечательным комплексом памятников, относящихся к наследию народов России. То, что мы называем засечные линии, засечные черты. Это такие памятники, которые далеко не всегда, собственно, как памятники в соответствии с законодательством оформлены, но они представляют из себя совершенно замечательное наследие. Не только военно-фортификационное, но и культурного освоения территории нашей страны. И долгое время им по совокупности объективных и субъективных факторов не уделялось должного внимания. Александр Николаевич Бессуднов озвучил ее на встрече с президентом. Это как-то, знаете, бывает, много хороших идей озвучивается на таких встречах, и даже там поручения даются. Но понятно, что исполнять поручения можно формально, а можно так, как мы с вами сделали и делаем. И выступление Александра Николаевича, что называется, легло на подготовленную почву. И было тогда решение правительства. В соответствии с решением правительства была создана рабочая группа фонда истории Отечества. Потом подключились отделения российского исторического общества к этой работе. И была, в общем, в короткий срок проведена работа по систематизации, инвентаризации того, что у нас есть, того, что у нас сохранилось. Сохранилось довольно много. В разных регионах России эти объекты засеченных черт. Ну, даже, знаете, вот всегда говоря «засеченные черты», мы же с вами делаем такой внутри себя оговорку, потому что классические засеки, когда штрубились деревья и кронами в сторону потенциального противника укладывались, они не сохранились, а сохранились земляные укрепления. Но принято в историографии относить эти объекты фортификационные тоже же к засеченным чертам. И вот группой под таким научным, методическим, организационным руководством наших казанских коллег Рамина Гравиловича, Рата Габидовича, была вот эта работа, по-моему, за два сезона, за осенние, за весенние проведена работа по инвентаризации того, что у нас есть. Выезжали группы, всюду формировались такие совместные с региональными учеными коллективы. Пригодился Лидар, закупленный незадолго до этого Казанский федеральный университет. И мы все вместе, таким большим коллективом, смогли сделать вот этот альбом «Линии роста», из которого видно, как росла Россия, как вот линии, которые на срезе дерева, вот так же и вот эти линии, засеченные линии, говорят о росте нашей страны. И вот эта работа по инвентаризации, она стала базой для начала следующего этапа, уже просветительской работы, направленной на то, чтобы рассказать людям, где они вообще живут, и то, что рядом с ними такое наследие 16-18 веков, которое можно, если не руками, то ногами, кстати, потрогать, пройтись по нему. Мы смогли поставить вопрос и продолжать это делать по постановке этих объектов на учет в качестве памятников, объектов культурного наследия, потому что в разных регионах ситуация самая разная, с разными памятниками. Мы в рамках тех мероприятий, которые проводим по фонду, по гранту, фонда президентских грантов, мы объявили конкурс на макет знака, соответствующего итоги этого конкурса, тоже нам предстоит сегодня подвести, посмотреть, что получается. А дальше уже такая практическая работа, связанная с постановкой этих объектов на учет, но не обусловленная этим обстоятельством, где мы будем эти памятные знаки устанавливать в контакте с руководством регионов, будем, опираясь на имеющийся опыт, развивать сеть туристических маршрутов. Я сам, Руслан Григорьевич, мы бывали на разных объектах засечных линий, и большое спасибо всем коллегам, кто такую возможность предоставил. Понятно, что это совершенно замечательный, малоизученный, малоизвестный такой слой нашего наследия. Я думаю, что сегодня затронем в очередной раз вопрос археологического изучения этих памятников. Как мне говорили многие специалисты, здесь присутствующие необходимости в таком фронтальном изучении археологическом этих памятников, в общем, правило, что и нет, потому что вряд ли мы там что-то неожиданно интересное найдем внутри, все-таки это в основном земляные укрепления. Тут речь идет, наверное, в первую очередь об их такой мемориализации, опираясь на имеющийся опыт, в том числе и, может быть, в первую очередь, Белгородский, и, конечно, изучение культурного значения этих засечных линий, засечных черт, городков, которые на них стояли, и которые были местом диалога культур, и тем самым тоже нанесли вклад в формирование единого такого общероссийского пространства. Уважаемые коллеги, еще раз рад всех видеть, рад всех приветствовать. Сколько получится, побуду послушаю, и прошу простить, буду, не дожидаясь окончания, двигаться дальше. Спасибо большое. Руслан Григорьевич. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего, хотел поблагодарить Ксандюль Еща за то, что в своем насыщенном графике, очень плотном, все-таки нашел место для общения с участниками проекта, для подведения его итогов. Для нас это очень и очень значимо. Тот проект, итоги которого мы сегодня подводим с вами, безусловно, не был бы возможен без большого количества команд исследователей, которые принимали участие в его реализации в разных регионах нашей страны, прежде всего, конечно, в тех регионах, где сохранились следы, памятники, фортификации, которые мы изучаем. И, конечно, прежде всего, хотел бы поблагодарить те команды исследователей, которые в этом проекте участвовали. В частности, наши коллеги из Белгорода на протяжении уже многих лет занимаются изучением Белгородской оборонительной линии. И вклад хотел бы отметить особо. Буквально на прошлой неделе состоялась большая трехдневная конференция, посвященная Белгородской оборонительной линии, в которой принимали участие коллеги со всей страны. Здесь можно вспомнить и о большой публикаторской деятельности, которая ведется Белгородским отделением и региональной общественной организацией Ратник. В 2021 году мы вместе представляли на Красной площади книгу «Двухтомную монографию Белгородская черта крепости и гарнизоны», в которой фактически обобщен опыт изучения этой темы. Дана такая обобщающая информация по оборонительным сооружениям Белгородской линии. Но здесь важен, конечно, опыт не только публикации научных исследований, но и популярных изданий. В частности, была подготовлена популярная брошюра о Белгородской оборонительной линии, которая в такой доступной форме рассказывает об истории этого оборонительного сооружения. Я думаю, что Владимир Михайлович Жигалов, присутствующий здесь, подробнее позднее еще об этом расскажет. Конечно, такие системные исследования проводились не только в Белгородской области. Свои проекты были реализованы и в Липецкой области, и в Омской, в Республике Татарстан, в Республике Мариел, в других регионах. Волгоградские наши коллеги на протяжении многих лет уже ведут изучение Царицынской оборонительной линии, первой оборонительной степной линии, которая появилась в России. И, собственно, Петр Первый, приняв решение о создании этой оборонительной линии, не только защитил наши южные рубежи, но и создал основу для укрепления и расширения влияния России и на Кавказе, и в Сибири. Фактически, это сооружение стало таким своеобразным окном для России в Азию. Внимание, которое на протяжении столетий уделяли российские правители созданию оборонительных линий, служит таким наглядным, живым доказательством того, насколько значима была роль городов-крепостей, острогов, оборонительных линий в развитии и расширении российского государства. Фактически, когда они создавались, они становились таким своеобразным монументальным символом присутствия России на ее границах, способствовали расширению ее территории, символизировали безопасность и стабильность уже одним своим присутствием. И в этом отношении их значение очень и очень велико, о чем сегодня мы будем говорить. Те памятники, а их не так уж и мало, которые дошли до нашего времени, да и даже те, которые не сохранились по объективным причинам до наших дней, сегодня они должны служить, могут и должны служить важным источником для сохранения исторической памяти с теми объектами, которые могут и должны использоваться при преподавании истории родного края. Зачастую они наглядно показывают историю того или иного региона, как она развивалась во времени, как название тех или иных географических объектов связано с теми же оборонительными линиями. Я убежден, что в преподавании истории родного края, она с точки зрения российского исторического общества, мы об этом неоднократно уже говорили и заявляли, должна стать обязательной с основной частью курса истории преподаваемого в школе. Так вот, с этой точки зрения, те результаты, которые были достигнуты в рамках нашего проекта, должны обязательно использоваться в курсах истории родного края в разных регионах страны. И я думаю, что та большая работа, которую ведет сейчас Министерство просвещения Российской Федерации по подготовке к включению в число образовательных предметов истории родного края, когда она завершится, логический курс войдет в число обязательных составных частей курса истории России, эти результаты нужно будет в него интегрировать, и здесь роль региональных отделений российского исторического общества должна быть также значимой. Спасибо большое и переходим дальше к нашей программе. Следующее слово передаю Рамилю Раиловичу Харудинову, директору Института международных отношений Казанского Федерального Университета, председателю Совета отделения российского исторического общества в республике Татарстан. Это приветственное слово, а дальше мы переходим уже к выступлениям участников нашего сегодняшнего научно-практического форума. Рамил Раилович, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, глубоко уважаемый Константин Иванович, Руслан Григорьевич, дорогие коллеги, я позволю себе от имени всех присутствующих, в том числе и региональных территориальных отделений российского исторического общества, поблагодарить российское историческое общество, за столь масштабный проект, уникальный по своему содержанию, по форме работы. И, может быть, собственно, в этом и миссия российского исторического общества объединять территории, объединять группы исследователей, в которые вошли историки, археологи, архитекторы, архивисты, музейные деятели, памятниковеды. То есть, это большое сообщество специалистов, профессионалов, которые, собственно, и смогли объединить вокруг единой идеи большое количество коллективов, которые раньше работали отдельно, надо это тоже признать. Большие прорывы у нас были по отдельным направлениям, но вместе с тем, вот эта постановка вопроса о создании единой концепции, единого подхода, изучения всего пространства, это уникальный вклад в историю российской государственности. Абсолютно верно Константин Ильич подчеркнул, что это речь идет не сколько о военной фортификации, сколько об истории России, о развитии государственности, о экономическом, хозяйственном, культурном освоении этих территорий. И здесь такая постановка вопроса совершенно иначе ставит те исследовательские задачи, которые мы с вами выполняли последние несколько лет. Мы должны четко осознавать, что различались и степень изучения, выявления по отдельным регионам, по отдельным территориям, но вместе с тем накопленный материал уже позволяет делать первые выводы и издание двухтомника и является действительно завершением первого этапа данной работы, но работы на этом не завершаются. Дело в том, что есть значительная потребность выявления новых архивных материалов, проведения дополнительных исследований в архивах хранилищах различных республик, областей и территорий и, наверное, мы должны объединить свои усилия еще и в создании единой общей базы. Да, такие базы существуют, ГИС, по-другому говоря, объединяющие и материалы археологические, публикации, видео, аудио, фотоматериалы, но, наверное, мы должны прийти к единой базе данных, которая бы, собственно, вобрала в себя все наработки наших партнеров и коллег с мест. Ну, две цели мы обозначали в самом начале, собственно, этого пути. Это научное, академическое, первое, но и второе, не менее важное, это, собственно, практическое, музейное приспособление, создание туристской инфраструктуры, музификация этих объектов, постановка их на учет и, собственно, продление их жизни как объекта. И здесь, уважаемые коллеги, многое делается по отдельным регионам, но вот этот мониторинг, который осуществлял Российское историческое общество, Министерство культуры Российской Федерации, который координировал работу территориальных учреждений культуры и охраны памятников, эту работу, конечно, надо не только продолжить, но и усилить. Речь идет о том, чтобы выявленные объекты, изученные получили, собственно, подтверждение в документах, которые мы могли бы эти объекты защитить. Ну и, собственно, хотелось бы сказать, как коллегам своим, у нас накоплен серьезный опыт и включение подобных объектов в список всемиронаследия, так вот я говорю, и повторно говорю, и буду об этом говорить, что у объектов засеченных черт, в целой системе есть все признаки всемирного культурного наследия, объекта культурного наследия, и вполне возможно, что со временем мы же под эгидой и Российского исторического общества, и Фонда истории отечества рискнем подготовить сетевую номинацию, которая позволит продвинуть эти объекты как составную часть гуманитарного наследия человечества. Спасибо большое. Хотел бы еще раз подтвердить, что работа не завершается. Работа у нас, собственно, мы говорим лишь о первых этапах, но в дальнейшем мы видим перспективу еще на несколько лет. Спасибо. Спасибо, Рамиль Равилович, за Ваше приветственное слово. Прежде чем передать слово Аряду Габиточу, Сидникову, скажу, что, наверное, все-таки у нас та работа большая, которую мы проводим, не ограничится двумя томами. Действительно, один том линии роста вышел, второй сейчас находится в процессе подготовки, но есть идеи и о создании третьего тома. У нас неохваченным остается и оборонительное сооружение новых регионов Российской Федерации, кроме того, и Северный Кавказ остался за рамками нашего внимания, поэтому здесь у нас довольно большой есть простор для дальнейшего развития нашего проекта. И, собственно, для рассказа о том, что уже было сделано, передаю слово Айрату Габиточу Сидникову, директору Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. Тема «Итоги реализации проекта «Засечные черты России» в 2022-2023 годах». Пожалуйста, Айрат Габитоевич, Вам слово. Спасибо, Руслан Григорьевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, начатый Российско-историческим обществом и Фондом истории отечества проект, связанный с представлением этого ярчайшего феномена в связанной засеченными линиями с рубежами России с историей фортификации, с историей культурного обмена, развития социально-экономических, социально-экономического развития региона, безусловно, представляет собой возможность нам увидеть масштаб этого явления. Оно, безусловно, не только российского, а мирового, и, наверное, здесь надо сказать, что имевшиеся плодотворные, успешные работы исследователей нескольких поколений по изучению регионов и отдельных локальных объектов дали возможность собрать уникальный материал, и, конечно, задача, поставленная в рамках этого проекта, она, безусловно, является тем условием и, вероятнее всего, именно в тот формат, который создало Российское историческое общество, интегрирующее через свои отделения большое количество исследователей разных направлений, дает возможность нам подойти к этому проекту. Я, если можно, презентацию... А я не видно просто на экране. Еще одну минуту, куда ждем? Ну, хорошо. Давайте начнем без... Да, да, есть на экранах, есть, просто... Да, у всех за спиной есть, впереди нет. Именно вот масштаб этого явления, охватывающего огромное пространство, вот даже на этой карте, которая представлена, отображающей европейскую часть и часть стока Сибири, видна сложность и многолинейность этих явлений. Конечно, мы понимаем, что, несмотря на то, что в Сибири не было тех структурных фортификационных сооружений, формирующих сплошные линии, в любом случае они создавали определенную структуру и систему обеспечения безопасности рубежей, создавая механизмы и управления, и безопасности для этих территорий. И, конечно, сейчас вот эта работа, которая... Если можно, следующий слайд. Сейчас эта работа, которая прошла ряд этапов. В 2021 году была инициирована первая часть, в 2022 году второй том, связанный с Сибирью. Следующий, пожалуйста. Позволило нам выйти на представление самой работы, объединившей огромное количество регионов, 19 регионов, более полусотни памятников, которые вошли в издание этой работы. Конечно, она носит значительный характер именно первичного свода реестра и популяризации информации, представления ее в структурном виде для большой территории, европейской части, в значительно временном отрезке, и при этом отражает и современные достижения в изучении этих объектов, указывая не только на их потенциал научно-исследовательский, но потенциал и культурный, и познавательный, и туристический, и воспитательный. И эти аспекты как раз являлись принципами подхода в подготовке этого издания. И ее выход, и обсуждение коллегами из других регионов способствовали появлению других тем. Следующий, пожалуйста. И в этой части стало создание интерактивной карты на сайте Фонда истории Отечества, позволившей не только в виде книги, но и в электронном виде представить основную информацию, которая была подготовлена и представлена самой книге. Следующий, пожалуйста. И в результате была сформирована идея подготовки второго тома. Она тоже включает 19 регионов и около 54 памятников. Количество памятников здесь обусловлено рядом обстоятельствами. Говоря о этом регионе, Сибири и Дальнем Востоке, одной из, наверное, сложных сторон. Следующий, пожалуйста. Ее анализе и представление является обширной географией. То есть если мы посмотрим то пространство, которое входит в результате этих исследований, это превосходит и территории. И здесь надо отметить, что существует хороший научно-исследовательский центр, охватывающий отдельные регионы. Но география, степень исследовательности этих пространств, конечно, стал одной из причин того, что и количество памятников несколько уменьшилось, а их на этой территории представлено в достаточно большом количестве. И это обусловлено организацией самих исследований этих памятников. Следующий, пожалуйста. Именно в этих регионах и в этом пространстве мы видим, что она объединяет не только субъекты Российской Федерации, это три федеральных округа и территория, включающая эти территории. Если говорить о Сибири, следующее, пожалуйста. Сибирь – это два федеральных округа, и здесь освоение процесса начинается еще с XVI века, и его развитие отображает появление первых крепостей, укреплений в виде острогов, и их последующих трансформаций, развитие фельдшанса и редуты, которые здесь будут формировать крепостную основу уже в совершенно другой фортификационных подходах и технике. Следующий, пожалуйста. Сегодня... Нет, назад, если можно. Там Алтай, Алтай, если ты, короче. Говорю о Сибири. Сегодня проделана большая работа, и в этом регионе исследователями из разных научных центров, здесь надо отметить коллег из Тобольска, Томска, Новосибирска, создана интерактивная публичная онлайн-карта деревянных оборонительных сооружений российского государства Сибири и Дальнего Востока Горхом Сергеем Варерьевичем, объединившим около полусотни объектов на этом агромном пространстве и дающим возможность качественную информацию по этим объектам. И говоря об этом регионе, практически во всех были сформированы также наиболее значимые и возможность, имеющие представить в виде ярких объектов, архивных материалов и других по региону. В частности, вот в Алтайске, это Батумовский острог, следующий, пожалуйста, в Курганской области, соединяющий также исследователей, работающих в регионе и в Курганском государственном университете во главе с Денисом Николаевичем и Слюженко. Следующий, пожалуйста. В Новосибирской области Бродовским Андреем Павловичем здесь большую поддержку делает и Институт археологии. Из Новосибирска идет подготовка этих материалов и их проработка. Следующий, пожалуйста. В Омской области здесь у нас присутствует Курганского Михаила Андреевича, также участвующий в подготовке этой работы. Это большая серия памятников, и с этим регионом надо сказать, что и полевые работы этого года дают нам возможность расширить возможность представления актуальной информации в регионе, отображающей и современные методы изучения и фиксации объектов. Следующий, пожалуйста. В Пермской области также проведена большая работа. Здесь есть свои сложности и моменты, связанные с этим регионом. Это большая география, к сожалению, не всегда удается дать полноценную, объективную ситуацию памятников, отражающих современное состояние, что являлось одним из приоритетов подготовки. Но так или иначе, мы можем по имеющимся уже накопленным материалам отразить и регион, и особенности этих памятников на сегодняшний день, их включенность и в музейное, и в культурное пространство регион. Следующий, пожалуйста. По Томской области здесь по Томскому острогу великолепные работы, которые были сделаны и проводятся Марии Петровнычевны, также включены и представлены в работу. Следующий, пожалуйста. По Тюменской области аналогично работа ведущего Оксана Михайловна, Аножко и целой группой исследователей за Виктором Александровичем, Рахимовой Татьяной Николаевной, дают возможность нам отобразить целую серию и важнейших острогов, известных в истории и культуре, занимающих особое место и в освоении этого региона, и известны многими событиями, которые перекликаются и привязаны к этим городам, к этой истории, этих фортификационных сооружений. Следующий, пожалуйста. Аналогичная работа ведется коллегами по Хантамансийскому, изгалогам Георгия Петровича, он работает по целой серии регионов, и здесь, конечно, одной из сложностей, и в этом году это обозначилось, связанной с погодными условиями, с засушливостью, ограниченными выездами на эти территории, но так или иначе, имеется яркий материал, представляющий историю развития памятников фортификации этого региона, отображающих этапы освоения этой территории, и иллюстрирующей их материалы по обширным архивным документам и реконструкциям. Следующий, пожалуйста. Аналогичная работа, представленная и по Ямало-Ненецкому округу, с работами на одном из ярчайших исторических вилей, и Мензеевском остроге. Следующий, пожалуйста. В Республике Бурятия идет сейчас представление материалов большой группы исследователей из Института Макголовей, Бодологии и Тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук. Следующий, пожалуйста. В Иркутской области мы встречались и общались с коллегами в этом году, и также представлен очень яркий, интересный материал, как в виде музейного пространства и материалы по целом регионе. И сейчас тоже собранный материал, он представлен Яровым Борисом Павловичем, и идет с его подготовкой по макету. Следующий, пожалуйста. В Красноярском крае также здесь работа нескольких исследователей, которые работают и по другим регионам, тоже по серии острогов этого региона, к сожалению, не всегда и неполно имеется возможность отобразить все регионы, но так или иначе, благодаря представленным материалам, целая серия острогов по Красноярскому краю тоже будет включена. Следующий, пожалуйста. В Республиках Акасия здесь работы тоже затруднены, и география, и сложность этих объектов, но так или иначе, материал на сегодняшний день представлен представительным с Кобелевым Сергеем Григорьевичем, и мы с учетом и работы этого года сможем представить актуальную информацию о состоянии этих объектов. Следующий, пожалуйста. И отдельный большой регион, Дальний Восток, это три большие области, которые войдут в новые издания. Следующий, пожалуйста. Это о Поморской области Забиака Андрей Павлович готовит материал с Черкассовым Андреем Николаевичем. Следующий, пожалуйста. По Магаданской области Панкратовой Оксаны Юрьевны по одному из сохранившихся фортификационных объектов региона. Следующий, пожалуйста. Якутии, Стадуханкинг, Острог, также готовящийся с Галом Георгием Петровичем. В целом, говоря об на сегодняшний день проделанной работы по подготовке следующего тома, надо сказать, что те возможности, которые были представлены Фондом истории Отечества, дали возможность накопить и собрать специалистов материал и выйти к значительным обобщениям по региону. Мы до конца года планируем представить авторскому составу сведенные материалы по регионам с обобщающими текстами для рассмотрения и обсуждения для последующего выхода к макету этого издания. И надеемся, что к началу следующего года мы сможем начать уже создание макета с изданием этой работы при поддержке Фонда истории Отечества. Если все будет получаться, то к середине второй половины следующего года мы надеемся, что сможем получить и этот том. Следующий, пожалуйста. И как говорил Руслан Георгиевич, если можно следующий слайд Руслан Георгиевич, то эта тема действительно обширна, даже по этой карте видны те узловые моменты, как он отмечал, и это Донецкая и Луганская республики, это и Закавказь, при этом есть тема, связанная с северо-западом России. Отдельно я бы подчеркнул это и темы связанные с историей культуры России, русской культуры в Центральной Азии, потому что история этих регионов и их современная история, она тесно переплетается с этими этапами общей истории, и мне представляется, могла бы стать под гидой Российско-исторического общества также темами для взаимодействия, для обмена научными знаниями с историками из стран Центральной Азии, и возможности обсуждения актуальных тем, связанных с историей, той большой историей, которой эти регионы и сегодняшнее взаимодействие, оно переплетается, и мне представляется, это тоже та возможность, которая раскрывает исследования и изучение темы отношения к культурной фронтире, к культурному сближению на пограничных и порубежных территориях, создающих формирование российского государства, русской культуры, и эта тема, она своей последовательностью создает предпосылки для осознания этого культурного и исторического явления и понимания масштаба и уровня тех процессов, которые протекали в регионе, и самое важное, оно является процессом сближения историков, объединения и обсуждения актуальных тем, инициирования исследовательских задач, которые формируются в целом на огромном пространстве России и российской культуры, имевшие большое продолжительное свое влияние и развитие и сохраняющие его сегодня. Это, наверное, некоторые те моменты, которые связаны с той работой, которая выполняется, ведется, и возможных перспективах его дальнейшего развития. Большое спасибо. Большое спасибо, уважаемый Радгабитович, и за такое информативное сообщение, которое дает нам представление о ходе реализации проекта, емкое и сжатое, и в целом за ту огромную работу, которую вы провели по этому проекту, и по подготовке и выпуску первого тома, альбома линии роста, и по той большой работе, которая сейчас ведется над вторым таким неофициальным томом, уверен, что мы успешно все вместе реализуем этот проект и продолжим исследование в дальнейшем, а их рамки, они уже были обозначены. Передаю слово следующему выступающему, Владимир Михайлович Жигалов, председатель региональной общественной организации исторического общества «Ратник». Я сегодня уже говорил о той большой работе по популяризации темы, которая Владимир Михайлович и нашими белгородскими коллегами ведется, тема сообщения о реализации проектов российского исторического общества в Белгородской области «Историческое общество «Ратник». Я также добавлю, что Владимир Михайлович входит в состав Совета отделения Российского исторического общества в Белгородской области. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемый Руслан Григорьевич, добрый день, уважаемые собрания. Спасибо за представление и акцент в сторону нашего региона и вы представили меня как представителя общественной организации. Я кратко хочу отметить, что наверное уже 12 лет существует. В один год мы были зарегистрированы как Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, так и наша организация. И за это время хочу отменять от себя взгляд из региона, что очень правильно и знаково, что правительство и Владимир Владимирович Путин встреча с общественностью, с известными нам людьми, человеком здесь присутствующим. Уделяется вопрос общественности общественному мнению и наверное вот эта грантовая поддержка которая ведется фондом президентских грантов и все мы многие здесь участвовали это очень серьезный знаковый задел для того, чтобы можно было реализовывать проекты командами, которые может быть не хочу сказать неформальными, но имеют другой взгляд какой-то другой потенциал. Кликером Сработало. Следующий слайд. Тема бородинных линий сооружений безусловно имеет большое значение сохранение выявления изучения новых объектов в комплексе с изучением письменных архивных источников становится фундаментальной базой для популяризации исторического наследия прошлого, распространение знаний о наших предках в понятных и доступных современных форматах. В нашей области комплексная работа по истории городов белгородской черты началась еще в 2012 году на территории Белгородской области в 17 веке находилось 12 городов крепостей 10 городов по черте 2 в черте и за чертой вся Белгородская область в принципе очень характерная то что регионы по которым проходило имеют свое различие Воронежской Липецкой Тамбовской Белгородской вот у нас допустим Белгородской области были основные шляхи три перекрыты и это все военнослужили заказные города вот это все стрелецкие пушкарные казацкие драгунские то есть это все вот такие территории безусловно население было объединено одной общей идеологической составляющей это православная вера в то же время это была многонациональная составляющая ну и в настоящее время у нас сохранилось более 20 памятников археологии относящихся к городам крепостям и их рубежам работа эта ведется в скорости появятся еще выявлены объекты и думаю что тоже общими усилиями они будут взяты на федеральном уровне под учет и эта процедура все таки в ведомстве федеральном будет решена для регионов не буду о проблеме но она существует вот с постановкой на учет следующий слайд пожалуйста с 2014 по 2020 год нам удалось изучить и проанализировать серьезные массивы архивных документов центральных и региональных архивов страны в результате чего было издано несколько монографий сборников посвященных этой теме здесь представлена некая коллекция следующий слайд пожалуйста выявлены добавленные в список объектов нуждающихся в охране нескольких участков территории обладающих признаками оборудованных сооружений 17 века устанавливались и устанавливаются памятные знаки в согласии конечно с территориальным органом охраны памятников был проведен региональный конкурс по разработке по установке памятных знаков в принципе все муниципалитеты которые имеют на своих территориях такие территории памятные где были крепости рубежи в районе я не могу сказать что на памятниках но в районе этих памятников установлены практически везде потому что запрос в принципе как бы у любого возраста у детей взрослых есть а где же собственно эти были объекты вот и для региона поручения президента стало новым дополнительным импульсом обозначившим роль и значение обратной линии белгородской черта не только для нашей области но и знаково хочу отметить что и для Воронежской Липецкой Тамбовской и в принципе для территории как новых территорий ЛНР и территории современной Украины где также есть эти города и мы эту историю поднимаем общаемся это вся единая общая история которая уходит гораздо шире за пределы нашей области территории России следующий слайд пожалуйста с 2020 года наша организация является членом российско-исторического общества за эти три года мы смогли поучаствовать в реализации большого федерального проекта который здесь будет представлен засеченной линии России и инициированного Российским историческим обществом благодаря участию в этом проекте библиотека литературы посвящена оборудовательным линиям пополненность книги линий роста брошюры города крепости белгородской черты и другими материалами прошли встречи с криведами историками студентами специалистами заинтересованной общественности и так далее в принципе проходили встречи даже со специалистами архитектуры и дизайна как бы ну тоже в общем-то такое наследие как казалось недостаточно представлено в вузах но вот работаем в разных направлениях следующий слайд пожалуйста за эти годы это коллектив это коллективная монография вот один из авторов здесь Александр Курбатов присутствует с нами я считаю что вот формат когда есть площадка и люди могут объединиться несколько вот коллективно то результат можно достичь и получить гораздо быстрее и шире второй том это персоналии это около 12 тысяч фамилии и имен на 1687 год ну в принципе знаете сейчас ведь растет интерес к генеалогии но я бы не сказал что это была именно задача решить вопрос генеалогии это скорее был вопрос задача решить решение задачи стояло в самоидентификации жителей приграничного региона потому что ну есть не буду называть всевозможные тезисы которые звучат у нас приграничье вот и очень важным было увидеть жителям региона своих фамильных носителей в принципе потенциальных предков вот в той общей государственной истории которой была посвящена эта монография следующий слад пожалуйста в регионе ну как уже было известно в регионе ежегодно проводится всероссийская научно-практическая конференция белгородской черта который принимают исследователи 17 века 16 география и хронология в этом году была расширена что дало свой результат по количеству объема материала участникам по итогам мероприятия издается да в принципе даже перед самой конференцией издается ежегодный сборник статьи материалов здесь присутствуют коллеги которые были участниками в Белгороде вот давеча на прошлой неделе этой конференции следующий пожалуйста слайд в своей работе мы встречаемся также стараемся также привлекать сторонние источники финансирования поэтому постоянно участвуем в различных грантовых конкурсах в 2020 и в 2022 годах при поддержке фонда президентских грантов были реализованы председательские проекты детям о белгородской черте кванториум 17 века были проекты города побратимы и так далее то есть мы выходим стараемся привлекать и выходить за рамки действительно ну за рамки региона почему потому что в общем-то ограничиваться история региона хоть мы и региональная организация но я думаю что неправильно потому что практически весь юг России это сведенцы это коренные это потенциально кровные родственники половине европейской части России вот поэтому ну вот география такая не буду ее называть но довольно-таки широкая следующий пожалуйста слайд вот один из проектов вот в 2023 году то есть в этом году наш наш проект был поддержан и он называется от белгородской черты до курска дуги ну этот год мы знаем памятен нам ратными делами и победами в великой войне наших отцов и дедов ну и вот мы подготовили такой проект от белгородской черты до курска дуги где более 100 тысяч фамилий имен боевой путь события то есть можно провести аналогию ну в общем-то это условный информат в котором можно в историческом парке который у нас существует за так сказать набрать фамилию и увидеть все что связано с носителем этой фамилии в 17 веке и в период в электричественной войне период курской битвы следующий слайд пожалуйста исследовательская работа проведена членами общественной организации стала предпосылкой для создания нового формата фестиваля исторической реконструкции направленной на историческое просвещение детей так появился ежегодный образовательный фестиваль белгородской черты в котором принимает традиционно разное количество участников но хочу сказать что вот подход генерации на общественной площадке различных исследователей заинтересованных людей это очень важная составляющая допустим нашей деятельности я думаю что в принципе в деятельности наверное любого отделения российско-исторического общества это тоже может быть важно ну вот Александр Курбатов здесь Александр Витальевич Малов с которыми мы обсуждали и концепт фестивалей к сожалению сейчас мы ограничены в проведении таких мероприятий конкретно письменными указаниями но я думаю что мы этот вопрос как бы преодолеем он будет решен очень знаково когда дети приезжают уходят в походы в отряды отрядами вот то есть это примерно там 500-600 человек каждый день то есть в течение двух дней а третий день он туристический показательный ну и вот таким вот образом до этого конечно же ведется там еще работа исследовательств комплекс напишутся эссе дети так и так далее ну вот мы видим здесь Константиналича Могилевского возглавившего вот так сказать эту походную группу я немного шучу но тем не менее вот он тоже сделал акцент на проведении мероприятий именно детско-юношеской направленности думаю что мы это все тоже реализуем следующий слайд пожалуйста с 2020 года в регионе ведется работа по формально региональной туристической бренда белгородская черта создание развития просветительской туристической площадки исторический парк ну вот предыдущий слайд который вы видели это как раз вот то место где специальный проект но на предыдущем слайде это как раз было в этих местах исторический парк имеет площадь общую площадь около 150 гектар сейчас в активной фазе задействовано около 20 гектар но тем не менее на 6-ти километровом походном маршруте и так далее существуют объекты потому что если мы ориентируемся на детско-юношеский детско-юношеское такое направление то конечно же там нужна динамика то есть движение и так далее существуют лектории здесь некоторые кто некоторые присутствующие здесь участвовали в мероприятиях и проводили в том числе лекции в парк входит 4 объекта памятника археологии ну вот здесь вот башня и если в левый верхний угол посмотреть то это вал городок рвы городки такие через 520 метров по этим сохранившим участкам и согласовании с территориальным органом при грантовой поддержке мы вот таким вот образом решили задействовать один из объектов это первый вариант такой то есть по валу создан настил без заглубления и повреждения самого вала то есть всход всходы точки какие-то и это в то же время является обзорной площадкой и вот таким вот образом мы задействовали памятник археологии и хочу сказать что как организованные группы так в принципе парк можно посетить и свободно вход бесплатный и в общем люди интересуются и воочию видят действительно объекты в парке есть реплики различных сооружений тамбовского участка ну я назову скорее все-таки козловского вала яна корнелиуса городка стрелецкие острожки вышки дерево-земляные городки башни и так далее то есть собирательные образы и прочее прочее проводятся мероприятия вот такая вот цель здесь же стоит и информат и в общем-то иногда те кто ведут эти мероприятия я знаю здесь присутствует директор генеральный директор исторического парка Екатерина Владимировна Зимина со мной здесь вот у нас здесь да вот и с детьми тоже ведутся не просто какие-то интерактивы а и действительно клубный вариант когда задается вопрос по фамилиям люди смотрят то есть действительно идентифицируют себя то есть это вот такой вот маленький пазлик наверное формирование регионального понимания кто и что и кто твои были предки для чего это все вот рассказал ну для того чтобы наглядно показать что российское историческое общество создало площадку всеми нашими проектами которых я может быть не о всех даже сказал для общения историков археологов краеведов и других специалистов дало импульс для консолидации усилий заинтересованных людей для генерации реализации проектов сегодня мы подводим итоги проекта засечной линии россии но он обязательно продолжится в формате постпроектной деятельности я в этом уверен потому что тот задел тот контакт который уже создан я думаю что он будет реализоваться и дальше вот спасибо всем за внимание но хочу задержать на минутку вот итог конференции о которой говорили хочу библиотеку российского исторического общества передать буквально свежий свежий выпуск сборника руслан спасибо спасибо с удовольствием в нашем литературе спасибо 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 Владимир Михайлович за выступление нужно наверное было раньше об этом сказать но тем не менее напоминаю всем о регламенте нашего сегодняшнего форума выступление на нем до 10 минут пожалуйста у нас программа довольно насыщенная поэтому не хотелось бы затягивать вот и для следующего выступления передаю слово Александру Николаевичу Бессуднову доцентру кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени Семенова Тянчанского представителя совета отделения российского исторического общества в Липецкой области сегодня уже Александр Ильич говорил о том с чего собственно говоря началось современное изучение наследия белгородской черты вот как раз Александру Николаевичу мы предоставляем слово рассказать о некоторых итогах и перспективах изучения белгородской черты пожалуйста вам слово Александр Николаевич спасибо большое я хочу сказать большое спасибо российскому историческому обществу за приглашение на это очень важное мероприятие причем я хочу отметить что их уже было достаточно много вот таких круглых столов заседаний конференций и непосредственно здесь вот в этих стенах и у нас в регионе и в соседних регионах и в Казани вот недавно мы онлайн участвовали и так далее то есть поэтому в этом плане конечно же делается многое за это большое спасибо ну и пожалуйста следующий сайт это я буду постараюсь побыстрее поэтому буду листать ну что чтобы слайды листались быстро если какие-то вопросы будут возникать походу вы тогда ну может зададите уже впоследствии потому что конечно у меня задача была из того материала выбрать ну в общем минимум какой-то потому что там набиралось гораздо больше поэтому и название доклада о некоторых итогах слайды не переключаются не хотят сейчас решат ну там на втором слайде там идет всем известная хорошо картинка которая связана с белгородской чертой с ее 25 участками то есть ну это вы знаете что 800 километров протяженность этой черты достаточно такое грандиозное оборонительное сооружение и я буду говорить в своем сообщении то есть больше касаясь территорий которые связаны с Тамбовской Липецкой и Воронежской областей что касается вот Белгородска здесь и Владимир Михайлович говорил ну и потом может меня дополнит по Воронежской Александр Петрович Никитин он здесь присутствует и непосредственно вот из музея заповедника Костенки и город Костенск там же находится и Боршевский монастырь рядышком поэтому там тоже проводились исследования ну вот это то о чем я говорил ну и сразу следующий давайте чтобы не задерживать и вот этот самый начальный самый первый участок который строился начиная с 1636 года начиная там от Козлова и сюда в сторону современного Липецка и дальше туда в сторону Воронежа ну вот это вот участок который занимает частично Тамбовская область частично Липецкую он проходит по этой и вот я хотел бы обратить ваше внимание вот там где указано направление Ногайского шляха Ногайской дороги там есть Матырский городок то есть он находится в 40 километрах от самой черты это вот как раз те городки которые выдвинуты дальше от черты которые выполняли такую функцию ну в общем такого предварительного что называется там смертники находились потому что они первые сообщали о той опасности которая надвигалась дальше пожалуйста и вот по Тамбовской области здесь надо сказать что выявлено достаточно много информации за вот эти последние 4 года в особенности и особенно после поручения президента здесь администрации вот и Тамбовской и Липецкой и Воронежской областей то есть они нашли средства на то чтобы поставить на охрану также это еще было поддержано и фондами и президентских грантов и фондам и истории отечества и так далее то есть тут самые разные источники и здесь вот как раз город Козлов это непосредственно вот конечно сложно выявлять в городской среде это понятно поскольку строительство шло интенсивное и города ныне действующее но тем не менее вот то что было выявлено холикологическими средствами то есть система укрепления валов-рубов разреза их и так далее дальше пожалуйста ну и дальше вот идет Козловский участок Белгородской черты то есть линия идет там огромное количество городков маленьких то есть которые там их больше 70 и что они вот из себя представляли ну то есть это мы об этом немножко скажем он слева внизу снимок как раз примерно то есть квадрокоптера вот на такие городки дальше пожалуйста ну и вот на одном из участков вот этого Козловском участке был осуществлен разрез вот такие разрезы я позволю себе не согласиться с Константином причем вот в этом году их сделано было за эти годы их сделано было несколько и удалось вообще-то даже благодаря разрезам валов рвов реконструировать последовательность сооружения укрепления и этапы строительства тех защитных линий дальше пожалуйста вот что из себя представляет то есть там даже видны какие-то всевозможные отпечатки от канавок от плетней там от кольев там и так далее дальше пожалуйста и ну вот такие вот стоялые городки то есть тоже на оборонительной линии дальше пожалуйста и вот Бельские и Чемнавские жилые городки дальше пожалуйста которые ну черты вообще старались использовать рельеф реки там и так далее вот Урляпова вал то есть это еще один из валов на территории Тамбовщины тоже делался разрез и тоже получили много интересной информации дальше пожалуйста ну вот ну и значит вот еще участок Урляпова вала они достаточно похожи как бы сказать с Козловскими участками ну в принципе они все линии укреплений на все протяжение там где вот в системе валров то есть они достаточно схожи пожалуйста дальше Матырский городок вот то о чем я говорил обращал внимание то есть это городок который существовал очень короткое время в чем плюс его то есть благодаря этому комплексу который там был выявлен в результате раскопок он не богат но тем не менее это короткий хронологический срез который позволяет ну в общем ну в общем и остальную керамику уже здесь идентифицировать с этим временем или чуть больше или чуть раньше ну дальше пожалуйста ну и еще один из валов это просто выявленный в результате обследования у села Западная Старинка ну вот почему вы знаете что он выявленный объект они известны они были известны это не значит что археологи их только что выявлены а просто археологи их обследовали и поставили ну в общем как бы делали съемку и в результате в общем определили границы и в общем придали им официальный статус пожалуйста и дали документ подготовили документы на охрану ну уже там органы охраны готовили но тем не менее ну и вот Липецкая область Тамбовская область закончилась значит Липецкая область крепость которая начинается сразу крепость добрый то же самое очень сложно было выявлять потому что здесь тоже нужно было договариваться это центр города ну районного центра современного и ну тем не менее вот удалось выявить вот такие границы этого города дальше пожалуйста посредством шурфовки и так далее Сокольск это тоже окраина Липецкая это то с чего начинался Липецк и вот то же самое сейчас достаточно сильно застроено тем не менее удалось раздобыть таких участков найти на которых заложить раскопы и так далее дальше пожалуйста ну и город крепость Романов который начинался как вотчина Ивана Никитича Романова как бы из можно сказать родоначальника одного из родоначальников династии Романовых вот и вот здесь два городища достаточно интересные материалы раскопки проводились неоднократно но вот что они представляли вироскоп и так далее то все вот это видно дальше пожалуйста Белоколодск ну в настоящее время тоже один из самых тоже сложно выявляемых городков почти ничего от него не осталось там распахано растащено и так далее но только вот благодаря тоже там съемке с квадрокоптера благодаря вот пропуск через фильтры там тех снимков вот удалось там определить границы этого города дальше пожалуйста вот ну и город крепость Усмань вот сама здесь показано как он смотрится в системе усманской черты город крепость Усмань не находится на самой усманской черте вот сама черта показана а город крепость вот красным здесь выделен и то же самое это современные районные город где как раз вот и проходила встреча с президентом кстати и ну выбрать в такое место очень сложно в общем для раскопок но тем не менее удалось и очень даже удачно дальше пожалуйста вот выявлены были вопрос о том что в общем надо все-таки копать потому что в результате раскопок видите Александр Николаевич Галатвин на участке раскопа выявил вот такой вот такой остатки такие остатки башни но правда там не все соглашаются говорят что это может быть и колодец а может быть и совмещенные башни колодец в углу крепости тем не менее благодаря тому что сырой грунт сохранилось достаточно хорошо пожалуйста дальше вот ну и это просто там чертежные работы всякие археологические профили и так далее пожалуйста дальше ну и вот Усманский участок он насчитывает 17 городков маленьких и вот что из себя представляет тоже достаточно мощная система валов рвов ну и вот сам план этого Усманского участка что он себя представляет здесь мы видим дальше пожалуйста вот ну и как бы разрезы обваловок валы там поскольку как они формировались здесь показаны то есть мы потом в конце увидим дальше пожалуйста вот ну и земляной вал Усманский вот такой дальше пожалуйста разрезы Усманского вала дальше пожалуйста вот и еще вот разрезы дальше пожалуйста это Демшинский жилой городок один из там самых северных на Усманском участке черты вот что он из себя представлял но есть даже реконструкция его пожалуйста дальше вот ну и Воронежская область это здесь Воронежской области сам Воронеж выявление хотя Воронеж появился раньше чем сама черта вместе с Ливанами но тем не менее он играл большую роль когда существовала черта дальше пожалуйста да ну и это Галышевская сторожа это памятник известен археологически как Архангельское городище а на этом городище вот такое там видно на фотографии квадратное такое как раз это вот сторожа которая известна по письменным источникам дальше пожалуйста вот ну и вот какие обследования Ольшанское городище почему он так называется потому что ну таким термином как бы неприемлем немножко для черты а это потому что это было городище салтамаяцкой культуры хазарского каваната ну а город-крепость Острогорс город-крепость Каратаяк Урыв Костенск Борщевский монастырь это вот тоже были обследованы нанесены на карту и так далее пожалуйста дальше ну и вот Рыбинский земляной вал тоже самое то есть это остатки от защитной линии дальше пожалуйста вот ну Ольшанский земляной вал что он тоже себе представляет дальше вот ну Острогорский земляной вал разрез очень интересный давший материалы это дальше пожалуйста вы увидите там в разрезе вот видите прям в правом внизу столбики остались сохранились которые позволяют как раз реконструировать вот этот часток вот дальше пожалуйста да ну это тоже из этого же разреза дальше пожалуйста и вот по этим линиям можно посмотреть этапы строительства этих черт как они досыпались как они изменялись цветность этих линий оно позволяет как раз вот самое первое начальное строительство вот розовым цветом обозначено потом второй строительный горизонт синие линии и третий строительный горизонт вот как раз красной линии то есть что есть возможность как раз разрезы позволили получить вот такую информацию дальше пожалуйста ну и вот как раз этапы вот они показаны примерно ну что называется в таком в разбросанном состоянии первый этап второй этап третий этап и как они по годам примерно выстраивались пожалуйста дальше ну и потом еще что очень важно в центральном черноземе перед началом строительства белгородской черты шло формирование своего рода промежуточной оборонительной линии я ее извините наглую назвал Липецкой почему потому что чтобы показать что она привязана к Липецкой области а вовсе не 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 к тому что не случайно в кавычках стоит дело в том что это старый Донков он тогда назывался новый Донков или Донков современный Лебедянь Талецкий Лец Чернава Ливны а с западной стороны к ним уже промыкали города так называемых верховских княжеств поэтому является очевидным что это тоже один из важнейших этапов расширения российского государства дальше пожалуйста ну и вот это так называемый Липецкая черта вот она линия нет черты как таковой а есть она выстроена вот в виде вот этих крепостей предшествующих белгородской но вдоль рек то есть это использованы были такие естественные географические ситуации пожалуйста дальше ну и вот два основных исследователя на нашей территории это Александр 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 он Николаевич Голодвин неправильно написан и Александр Андреевич Иншаков и Иншаков сейчас очень много работает по вот этим верховским как раз территориям и по изучению вот этих остаточных всяких городов после их развала дальше пожалуйста ну и предложение о перспективах исследований необходимо продолжить все-таки программу Министерства культуры по раскопкам и музеификации объектов археологического наследия оборонительных линий российского государства результаты раскопочных исследований дают возможность получить очень важное дополнительное свидетельство для реконструкции фортификации внешнего вида объектов второе необходимо разработать многолетнюю программу по выявлению постановки на охрану городов-крепостей не только в черте но и внутри нее и перед чертой например период между большой заседшей чертой и благородов-крепостов и возведения предшествующих углевленных линий то о чем я говорил дальше пожалуйста ну и что и благодарим вот все те кто нам помогали всегда российское историческое общество фонд истории отечества фонд президентских грантов министерство культуры российской федерации администрации Тамбовской Липецкой Воронежской областей российский научный фонд недавно конференции прошли информационную поддержку обеспечили медиахолдинг аргументы факты ГТРК вот областные Липецка Тамбова Воронежа а также всевозможные интернет порталы и так далее спасибо за внимание первую очередь спасибо вам Александр Николаевич все это уже скрытая реклама тем не менее мы всегда благодарны тем людям коллегам и организациям которые помогают в этом нашем благородном деле и вместе с тем давайте мы заинтересованы чтобы вовремя завершить нашу работу тем более что мне кажется основной это будет дискуссия и предложение которые мы выскажем и вот здесь уже Александр Николаевич говорил и в первых выступлениях прозвучало о том что программу необходимо продолжать пролонгировать и для этого есть необходимость работы и как нашим археологам так и архивистам другим специалистам и постановка на госучет здесь тоже займет определенное время поэтому я очень надеюсь что в итоге когда вернется Руслан Григорьевич уважаемые коллеги мы единогласно поддержим предложение о продолжении этой серьезной и глубокой работы а сейчас прошу взять слово Игоря Олеговича Тюменцева профессора кафедры истории международношения института истории международношения социальных технологий Волгоградского государственного университета вы на связи прошу вас тема неизвестный план царицинской линии прошу вас Игорь Олегович Игорь Олегович мы вас не слышим пожалуйста нажмите кнопочку Игорь Олегович вас не слышно к сожалению пожалуйста перезагрузите нам могут помочь с вами на связи ну ждем минуточку или пока передадим слово следующему докладчику как поступим коллеги прошу выйти на связь с Игорем Олеговичем и помочь ему настроиться а сейчас я попрошу выступить Олегу Александровичу Курбатова в российской государственной архиве древних актов в тему служивые люди на чертах прошу вас приветствую всех участников круглого стола собственно у меня небольшое сообщение в рамках уже этой обширной темы обычно затрагивается в основном тема сооружений каких-то фортификаций и путей сообщения и так далее одна из важнейших тем как мне представляется это то что мы имеем дело с историей настоящей военной границы причем военной границы страны которая развивалась в несколько этапов на протяжении столетий вот здесь можно сказать акцентировать на том что эта военная граница ее функционирование в течение вот этих столетий она послужила созданию уникальных структур служилого населения вдоль всех оборонительных линий и соответственно после упразднения этих оборонительных линий эти структуры населения продолжали функционировать в новом качестве как правило это не крепостные люди это не промышленные люди это вот такой необычный для классической теории развития нашей страны слой бывшего служилого населения его там обычно обобщают под названием однодворцев хотя на самом деле он тоже не исчерпывается это такое довольно условное обозначение и вот как раз с точки зрения истории сословий русского государства здесь можно сказать что довольно уникальное явление потому что сословия сформировавшиеся вдоль вот этой военной границы имели каждый свою какую-то уникальную судьбу и по большому счету никакой унификации так они до конца своего существования и не не подверглись то есть какие-то попытки предпринимались но тем не менее вот то что было сформировано в рамках военной политики конкретных государей 16-го или 17-го века оно сохранялось довольно долго вот хотелось вот например остановиться на том что наиболее стабильный вариант структуры населения вот этой границы был принят во времена Ивана Грозного в 1650-70-м годах и он включал в себя три элемента которые в дальнейшем получили вот какое-то развитие во-первых полковая служба каждого уезда это помещики получали в новоосвоенном уезде вокруг новопостроенной крепости поместье и соответственно их уже вот эти поместья несмотря на то что они были как правило небольшими малонаселенными они продолжали существовать и уже в дальнейшие годы века осадная служба каждой крепости включала в себя стрельцов и полковых городовых казаков которые должны были выступать в поход вместе с дворянской конницей и наконец по указу 1500 по приговору 1570-го года практически во всех уездах была создана дополнительная стражевая служба в каждом уезде она имела свои собственные какие-то особенности но вот эти стражевые казаки станичники станичные дети боярские они также вошли в состав населения в чем был секрет устойчивости вот этих социальных структур они получали землю довольно такие существенные надевы земли либо если это были помещики то поместье либо если это были служивые люди по прибору то на свои собственные отряды и вот эта земельная структура населения земельная структура уездов она тоже сохранялась в течение веков поэтому люди старались за них держаться за эти земли и соответственно в связи с ними и значит их потомки продолжали развиваться поэтому несложно было встретить стрельца казака или еще кого-то и в конце 18 века и в 19 веке то есть люди не переходили в состав там мещан или однодворцев и продолжали себя считать людьми там стрелецкой службы или пушкарской первым кто попытался сделать модернизировать этот вариант вот этой вот службы был царь Алексей Михайлович который в 1646 году выдвинул настоящий такой проект записанный на выступлении вот в своем таком тезисах Боярской думе где он предложил всех ратных людей по новой черте которая создавалась в те времена вокруг Белгорода от Белгорода до значит Карпова и далее на запад к российским городам и от Белгорода на восток к Воронежу он предложил вообще всех ратных людей в тех местах считать драгунами то есть тогда было увлечение таким европейским строем и только тех кто может служить со своих поместья Бежауни оставить в прежней дворянской коннице однако вот этот проект такой довольно революционный был реализован только в некоторых регионах а в основном заново белгородская черта была заселена по-прежнему казаками стрельцами пушкарями переселенными вместе с семьями из старых городов засечной черты в дальнейшем тоже вот развитие значит драгунского варианта уже было принесено на Западную Сибирь в 1700 году был сформирован довольно крупный драгунский полк для охраны южных рубежей Западной Сибири поэтому это можно считать тоже одним из вариантов так сказать вот этого развития и третий вариант это уже в рамках регулярной империи Петра Великого который в этих рамках все подвергалось стандартизации и поэтому поселенная охрана границ была отнесена к разряду и регулярных и регулярных служб поэтому начиная с Петровских времен временах Екатерины времена 19 века охрану новых укрепленных линий стали возлагать на казачьи войска поскольку собственно и регулярными частями считались казаки сначала был еще вариант ландмилиции но ландмилиция как правило не формировала собственные поселения это была временная служба прежнего служебного населения на новых рубежах а вот вдоль уже новых линий например на Кавказе Кавказское линейное казачье войско 1832 года но оно там оформилось на самом деле появилось оно в конце 18 века Сибирское линейное войско 1813 года во многом это были потомки прежних служивых людей вот этих старых служб и кстати можно сказать даже это символически подтверждалось тем что как правило всем этим полкам выдавались знамена оставшиеся в арсеналах крепостей еще от старых стрельцов казаков там дворян и так далее они под этими знаменами продолжали нести службу значит ну мною было сделано по этой теме ряд публикаций сборники Белгородска черта в другой других сборниках где вот я собственно осветил и разряды ратных людей по засечным чертам в 16, 1, 3 и 17 века затем несколько публикаций было посвящено драгонам белгородской черты их организации вооружению даже костюму затем драгонам тульского драгунского приказа это первое можно сказать постоянное подразделение нового строя русской армии которое непрерывно существовало 20 лет драгонам Камарецкой в области и мне кажется что вот эта история то есть с одной стороны уточнение места тех или иных разрядов ратных людей в структуре военной границы 17-18 веков а с другой стороны судьбы этих сословий уже в Российской империи и в принципе действительно вот как уже отмечалось отмечал Вадим Михайлович очень многие потомки этих людей живут на прежних местах и не осознают своих вот этих каких-то корней от того что их предки появились здесь как ратники как конкретные такие военные специалисты которые занимались тем или иным той или иной задачей по обороне границы это вот другое такое перспективное направление изучения истории оборонительных линий наряду с изучением фортификационных сооружений спасибо за внимание спасибо большое Олег Александрович мне показалось или вы действительно не упомянули еще одну группу государственных крестьян так называемые пахотные солдаты которые тоже заселялись на тригородные ну это уже 2019 моя тема да 2017 все понятно спасибо большое итак уважаемые коллеги Игорь Олегович сможете выйти на связь меня сейчас слышно вот теперь слышно пожалуйста Игорь Олегович Пожалуйста это вот презентация моего доклада вот на протяжении нескольких лет вот на протяжении нескольких лет мы выполняли два гранта выполнили выполнили один грант и сейчас выполняем второй фактически продолжаем первый вот вот наша команда первая которая разрабатывала царицинскую линию вот вторая команда которая сейчас работает значит вот до нас что было сделано по исследованию царицинская линия Лосковский это исследование в деталях фортикофикационных сооружений Лавринова наша землячка ученица Воронежская сделала вот историю создания царицинской линии ученица Заговоротского Курышев мой ученик по Волкому казачьему войску какая-то попытка первого создания линейного казачьего войска и Камолов перед институтом наш это вот продолжение функционирования то есть главный вывод до нас эта царицинская линия надежно защитила Юг России от вторжения кочевников и стала санитарным кордоном но это вот разработки Лосковского они опубликованы хорошо известны не буду останавливаться наша цель исследования то есть вот здесь все изложено написано то есть не только исследования но и музеификация использования источники мы планировали сделать два тома исследовательский том и источниковский том исторический том мы это сделали но к сожалению из-за пандемии очень фактически находки начались уже как говорится к концу когда книга была книги обе свертаны и поэтому я сейчас немножко расскажу что мы нашли потом ну это вот о нашей местности переволока между Волгой и Доном это не просто отдельный Волок это несколько Волоков почему это называлось переволокой и вот здесь здесь карта Герарта и личная карта Петра Великого который Александр Ильич Крейтман обнаружил в Библиотеке Академии Наук это карта времен Азовского похода ну это вот как раз как делался Волок но надо иметь ввиду что самый древний Волок по нему сейчас идет Волгодонской канал там несколько речек соединялись вместе сходились вместе и по ним можно было казакам маневрировать Камышинский Лавлинский Волок который хорошо известен в 17 веке он поздний ну и конечно по переволоке проходил Ногайский Кубанский и потом Кубанский шлях который в общем создавал серьезные проблемы для России значит надо сказать что строительство Царицинской линии предшествовало строительство Волгодонского канала при Петре Великом причем проект был мощный вот замышлялся город Дмитриевск причем вот посмотрите здесь вот этот называется Петроград Петроград начинался отсюда вот а Дмитриевск это вот здесь и здесь шлюзы канала идут и в районе Панчуна второй город должен был быть основан здесь были верфи заложены на в районе Трехизганской станицы вот и проект шел очень быстро вот эта часть была построена практически и вот сейчас наши археологические исследования показали тут одно поле осталось пройти и все да Иловы почему перед а потом и сокрушался что у него этого не получили достроить надо сказать что что мы обнаружили оказывается что строительство линии было задумано гораздо ранее чем она была построена в 1675-1991 году на объеке калмыков на казачьей станице по медведице привели к тому что сын боярский Иван Иванович Бакунин прямой предок нашего знаменитого анархиста вот разработал проект валовые черты обратите внимание были засечные черты а теперь появляется валовая черта то есть иначе говоря в степи это валовая черта и потом она будет переименована царицинскую линию то есть фактически вот эта вот метаморфоза рождения линейных войск происходит царицин однако из-за того что казакам это все очень сильно не понравилось Бакунина пытались подставить посадить вот этот проект валовой черты ушел ушел в стол ну а потом Азов присоединение Азова строительство канала и когда потеряли Азов с 711 по 717 году возобновились набеги кубанских татар знаменитый серостер богатыр гирей бахты гирей так вот после этого было принято решение срочно построить построить царицинскую линию то есть когда передали вернули Азов вернули ушли с Азовского моря и вот командир низового корпуса загорел Семен Шкопотов получил приказ и построил царицинскую линию вот три варианта линии которые планировались первый вариант доль Камышенки и трассы Волга-Донского канала это подтверждает что одно из главных причин строительства линии защита канала стройки второй вариант от царицына до Панчина он реализован в следующем счете и третий вариант от царицына до казачьего городка Голубой сейчас Ница Голубинская в городской области по нашему предположению выиграл проект второй только потому что был готов проект Бакунина вот его взяли и быстро реализовали потому что первый год ни шатка ни валка потом вдруг на второй-третий год ударная стройка все заканчивается вот наша причастность Татьяна Иванова Лавринова эти варианты изобразила здесь потом они второй раз рассматривались при модернизации вдоль канала вот этот который был реализован вариант вот этот вариант который Голубинка вот этот вариант это вариант уже модернизация линии я об этом скажу вот довольно известный план Царицынской линии вот времен ее постройки Царицынская линия из чего она состояла прежде всего Царицынская крепость там коменданты постоянный гарнизон Мечетная крепость это переменный гарнизон Грачевская крепость опять же постоянный гарнизон комендант мы даже установили именно на некоторых комендантов не случайно там праздновали день рождения Екатерины Второй когда Петр Екатерина Первая когда Петр возвращался с российского похода Асакарский редут временный казачий гарнизон Донская крепость переменный гарнизон и 36 рядов соединенных валом ну и так дальше остальные все вещи которые присутствуют ну и вот здесь на карте первой половине из 18 века хорошо видно эту линию хорошо видно как она перекрыла между речи Иловли и Волги для прохода кочевников после строительства линий кочевники стали прорываться здесь ведомые некрасовцами поэтому Петру Первому пришлось отказаться от старой от идеи ликвидации местных казачьих городков и были восстановлены казачьи городки по северскому Донцу проблемы дело в том что геористическая разведка не была проведена значительная часть трассы линии слабо к песчаным почвам особенно ближе к Дону строили летом в самую жару укладывали засохший дерн поливать было нечем очень много погибло солдат которые строили царицинская крепость в связи со царицинской линией не модернизировалась валы рвы поплыли и линия уже в 21 году пришла в негодность о чем доложил Петру Первому губернатор губернатора Страхани Бететов Петр Первый когда начался с персидского похода все посмотрел и приказал после этого принять меры вот царицин как раз 29 года когда сюда очередной раз прислали Михаила Колобова с просьбой что-то сделать как-то эту линию провести в порядок надо сказать что каждый год ремонтировали каждый год все сыпалось проблем было очень много но тем не менее линия была значит в 30-м годах при Минхе возникла идея провести глубокую реконструкцию крепости первый вариант вернуться в проект линии по Иловле и Камышинам забросить одниничную линию второй вариант принять комбинированный план модернизации он был там на схеме у Лавриновой должна была появиться Колдебарская крепость должны быть силовые всякие обеспечены и третье опять же построить линию по рекам Ольшанки и Карпов чуть ближе чем в итоге наши эрхиловические раскопки показалось что ничего сделано не было окончилось тем что привели в порядок уже действующую и вот это главное то что самое интересное то что мы нашли уже практически под самый конец что в книгу не вошло это план Царицынской линии который мы нашли в военно-историческом архиве это большой план 8-метровый очень плохой сохранности благодаря только вот нижайшей просьбе Константина Ильича которому мы просили помочь Руслана Григорьевича удалось сделать фотографию чуть-чуть привести в порядок чтобы можно было показывать вот это мы конечно надеялись внутренне что это будет план Ивана Ивановича Бакунина оказался план 75-го года это план реконструкции приведения в порядок крепости и это очень интересно почему потому что считалось что после того как началось завоевание Кавказа и Волско-казачьи войска перевели на терек крепость забросили она никому не нужная разваливалась и так далее вопрос фашисты в 42-м году провели топографическую съемку переволоки и сохранились фотографии этой линии она оказалась в хорошем состоянии то есть иначе говоря вот этот план показывает что несмотря на то что линия была оставлена пытались законсервировать не случайно ее еще до начала 19-го века ее еще пытались использовать причем использовали в основном за счет царицинского гарнизона который был увеличен до батальона до двух батальонов и был преобразован в полки так ну вот видите это изображение профилей ремонта как овраги буераки самое ценное что здесь вся микротопонимия есть вот как видите здесь главное были вешние воды чтобы пропускать вот сделали такую решетку внизу чтобы пропускать вешние воды чтобы не размывала линии ну вот это уже впадение в Дон и здесь вот Донская крепость показана вот она небольшая Донская крепость самое главное достижение наших археологов нашли наконец Осакарский редут который неизвестно где был сделали полную съемку прошуфировали посмотрели что там интересного есть то есть сейчас имеется серьезная возможность его модификации ну вот это вот разведочные раскопки на линии вот нашли это все Петровской эпохи вот даже монетку серебряную нашли Петровской эпохи вот вот она видно значит в рамках в рамках нашего проекта мы провели летнюю историческую школу руководила Руслан Леонидович Клейтман деньги были выделены фондом истории отечества и современное состояние царицинской линии ну надо сказать что плачевное состояние укрепление царицы на Донской крепости Осакарского редута уничтожен еще до революции но Донская крепость можно сделать музеем потому что там нет застройки мечетная Грачевская крепость застроенная буквально несколько лет назад особенно жалко Грачевскую крепость на которую сейчас мы супимся музейный комплекс царицинской линии на московской трассе сильно поврежден дорожниками при реконструкции трасс разработан проект его реконструкции поиск средств под планируемую очередь объездного шостя Волгограда могут попасть еще в хороший участок царицинской линии с реданами уточняются охранные зоны то есть необходимо было переоформить царицинскую линию из памятника местного значения в памятник археологии и вот надо сказать что вместе с комитетом по охране Грачевская и Мечетная крепость вот этот барак стоит как раз на Грачевской крепости овощехранилище в шестнадцатом году построен вот это так сейчас выглядит памятник на московской трассе это единственный памятник который еще в другом месте мы предлагаем на московской трассе сделать такой комплекс туристический и везде на линии поставить вот такие памятные знаки время предложение по модификации мы ввели внестили два предложения реконструкция памятного места царицинской линии памятника отечественного солдатского поля который не требует больших затрат и восстановить фрагмент линии выездные ворота Петра Первого в Зеленском районе Волгограда восстановить Донскую крепость как музей на туристических облиц НЦП по охране памятников разработала проект памятного места вот смотрите готовый проект берите делайте еще в 21 году мы его сделали вот вот так выглядит солдатское поле вот мы предлагаем его модернизировать сверху вид тут такой будет это памятник получается Великой Отечественной войне и памятник Петровской эпохи прям рядом с трассой Московской это вот выезд из Волгограда это конечно не к валу не относится но здесь можно было поставить четыре объяснить куда чего ехать и посмотреть внизу план эскиз макет реконструкции Донской крепости по итогам нашей работы мы издали вот такие двухтомник в первый том это исследование в второй том это источники как и обещали но хотелось бы конечно побольше и вот ряд круглых столов по объектам культурного наследия и то апробация проведены круглые столы проведены конференции вот выводы исследования подтвержден вывод что были пересечены на беге котельника через переволок углу России царицинская линия с прилегающим газачьим предпоселением стала опорной базой низового корпуса царицинская линия надежно защитила трассу Волгодонского канала и московский тракт между Волгой и Доном вверх в районе Паншинного городка и Дмитриев надо сказать когда Петр возвращался из крестинского похода он очень боялся ехать московским трактом потому что в 95-м году ехал и натерпелся 1600 а тут проехал царицинская крепость явилась не просто санитарным кордоном а здесь был создан первый в России карантин что помогло не занести заразу из Персии второй в России служила Волгская казачья войска закрыла Волгу от Герзиевского сакова но при начале Волгская казачья войска задумывалась как перволинейное войско для службы на линии но Петр сказал нет однозначно чтобы казаков и близко не было вот в итоге здесь служили в основном солдаты и только 500 донцов им придавали для службы на Сакарской крепости и Донской а войско использовали уже для охраны на Волге и они и они действительно закрыли Волгу от Киргизской и Саков набегов при Черноморье на Юг России и когда перевели Волгская казачья войска на Кавказ образовалась дыра через которую Киргизские и Саки клынули сюда в итоге пришлось 19 веке создавать Астраханское войско Царицинская линия сыграла большую роль в истории калмыков она разделяла в возрастающей группировке в 20-70-х годах 18 века все оппозиционеры находили себе укрытки вот за линией ну и надо сказать что разработаны конкретные предложения по музеификации Царицинской линии как туристическому использованию ну и надо сказать что в конце концов мы зафиксировали линию как памятник археологии она теперь федерального значения и теперь можно сказать есть реальные юридические основания добиваться чтобы к ней варварки так не относились как это было но к сожалению пока пока многое не удается спасибо за внимание спасибо Игорь Олегович я попрошу переслать презентацию организаторам мероприятия мы все материалы собираем для обобщения спасибо вам большое и прошу взять слово Михаила Андреевича Харусенко доцента кафедры всеобщей истории факультета истории теологии международношения Омского государственного университета имени Достоевского тема выступления работы на новой ишимской и старой ишимской линиях укрепления 18 века в 21-23 годах итоги и перспективы вы на связи? я здесь ничего-ничего презентация вот у меня называется создание гис сибирские археологические линии итоги и перспективы но она отражает как раз вот работы на новой ишимской и старой ишимской линиях по вот как бы их фиксации установлению их границ этих памятников и постановке на охрану больше в своем так сказать описание я буду говорить о 21-м году вот 23-й год по аналогии значит сибирские укрепленные линии 18 век они состояли вот из серии из групп укрепленных линий да это вот табула ишимская линия где-то 580 километров да и 9 крепостей там значительное количество редутов ишимская аэртическая линия более 960 километров от томской крепости до усть-каминогорска много 5 крепостей 8 фаспорстов 15 редутов и колывана кузнецкая линия 530 километров ну и все видно да сколько значит я это говорю чтобы мы с вами вошли просто вкуса чего и где работает значит работы велись по у нас по ишимской линии да новая ишимская линия вот ишимская линия это вот как раз вот это вот загогулина которая вот видна в верхней части слайда вот она старше понятно новой ишимской линии новая ишимская линия является спрямлением старой ишимской линии но ишимская линия сложилась фактически стихийно то есть ее уже по результатам соединяли в оборонительную такую линию ну это степной язык вот степной язык который в общем-то вклинивается вот в лесную южную тайгу которая вот осваивалась российским государством на первом этапе вот ну а новая ишимская линия это уже результат того что политика вот освоения она продвинулась дальше вот синий полосой выделена вот группа памятников с которыми мы работали в 21 и 23 год это новая старая ишимская линия там тоже серия памятников вот то есть можете посмотреть это вот гигантские в общем-то оборонительные сооружения они сейчас занимают целую серию регионов западной Сибири ну и уходят в Казахстан в республику Казахстан к сожалению изучение вот того что в республике Казахстан находится сейчас ну пока невозможно хотя вот говорили о том что возможно какие-то подвижки здесь будут это очень интересно потому что вот часть целая часть этих оборонительных сооружений она сейчас на территории другого государства находится что что делалось то есть ну в 21 году работы начались по новой Шимской линии она наиболее известна была такая прямо историческая историографическая традиция существует ее исследование вот я покажу двух две ключевые фигуры это Андрей Федорович Палашенков и Дмитрий Николаевич Фиалков значит это люди которые вот ну особенно Андрей Федорович они положили жизнь на вот изучение археологического наследия нашего региона и в том числе Андрей Федорович очень такой энергичный его сложно назвать исследователем да но краевед он сформировал за свое существование он был директором Омского областного краеведческого музея и лектором общества знаний ездил по региону по региону и прекрасным лекторем был и вот люди ему так сказать информацию так сказать обратная связь это то что мы сейчас называем несли с мест и рассказывали про археологические памятники и вот сформировал целую серию записок исторических на которых даже вот молодые археологи я сам шел по его запискам по территории находил памятники вот и какую-то часть времени он уделил работе по сибирским укрепленным линиям Андрей Дмитрий Николаевич Фиалков это геодезист он осуществил вот они работали в комплексе вот как-то были друзьями коллегами соратниками и он осуществил аэрофотосъемку 70-е годы аэрофотосъемка это ну вот просто для исследования исторического проекта вот это фантастическое то есть это люди внесли свой ну значительный вклад другие исследователи то есть тут перерыв да ну как как и во всех исследовательских каких-то направлениях есть время интенсивных исследований в направлениях есть провалы да или перерывы вот после работ Палашенкова и Фиалкова только в 2000-х годах группа под руководством Алексея Викторовича Матвеева тоже из Омского краеведческого музея занялась целенаправленно работой с этой новой Шимской линии надо отметить что им удалось зафиксировать практически все объекты и поставить несколько проблем это проблемы заключались в том что новая Шимская линия известна хорошо по архивным материалам прекрасно известно количество объектов их от 14 до 16 почему от 14 до 16 я поясню несколько редутов и крепостей переносились потому что когда создавалась эта линия в первой трети планировалась и создавалась первой трети 18 века оказалось что часть объектов поставили в непригодных условиях то есть там невозможно было жить ну то есть и служить казаки казаки которых туда вместе с солдатами высылали как и регулярные части они бунтовали убегали с этих мест потому что ну и линию назвали второе название самоназвание новой Шимской линии горькая линия почему потому что цепь соленых озер не давала и в общем-то редуты которые заложены и крепости около соленых озер они ну делали невыносимое существование этих гарнизонов то есть и гарнизоны какие-то переносились а какие-то как оказалось заброшены то есть ни группы ни Андрей Федорович Палашенков ни Алексей Викторович Матвеев не обнаружили серию редутов в 21 году мы начали работать с новыми так сказать инструментальными возможностями квадропкоптерами системами топографической съемки и так далее и новыми в новых законодательных условиях когда объекты надо ставить на кадастровый учет то есть мы должны их определить на земельной в земле так сказать в кадастровом учете нам пришлось повторить пути исследователей опираясь на их материалы и все это зафиксировать все это зафиксировать ну вот на слайде видно результаты нашей аэрофотосъемки и аэрофотосъемка Фиалкова вот показан крепость Покровская вот такая вот система оборонительного сооружения в системе фортификации Вобана или Вобана скорее всего да на последний слог французский вот были вот от от отфиксированы то есть вот мы имеем материалы аэрофотосъемки редут Лосев обратите внимание он показан красным квадратом да вокруг него населенный пункт сейчас населенного пункта уже не существует вот аэрофотосъемка скоптера показывает пустое место да вот редут чудом сохранился то есть он в населенном пункте был вот часть и поставлен на государственную охрану вот крепость Николаевская тоже аэрофотосъемка 70-х годов и современный снимок вот ну и топографический план с установленными границами территории ну все это вся эта работа была полевая проведена камеральный этап проведен и было создано раздел ГИС сибирские пограничные линии вот в рамках большой другой геоинформационной системы ну она существует она рабочая здесь вот показана структура ее и техническая часть вот выглядит как первое окно этой пограничной линии установлены обнаруженные редуты две крепости вот серия редутов как я говорил что часть редутов не удалось установить скорее всего они не были построены скорее всего не были построены ну вот и линия упирается одной стороной в город Томск а другой стороной в республику Казахстан каждый объект он имеет небольшое меню в котором можно выбирать несколько разделов да то есть это исторические сведения современное состояние и ну и видеоматериалы фото видеоматериалы ну вот пример пример того как это все выглядит в современном так сказать в рамках реализации этого программного продукта что можно сказать о 23 годе работах 23 года они проведены по старой Ишимской линии по Тарской дистанции также которая на территории Омской области значит по историческим сведениям известно 17 объектов обнаружено и зафиксировано 4 всего существует остальные часть из них в рамках населенных пунктов находятся то есть они просто застроены то есть коллеги показывали да как это сложно все внутри застройки работать здесь они застроены так что следов этих объектов нет установлены места их размещения этих объектов населенных пунктов то есть это тоже работа своеобразная то есть архивная и так далее и даже работа на месте чистая этнография была сбор так сказать исторической информации у местного населения а вот 4 объекта зафиксированы отработаны в поле серия мест установлена часть объектов не обнаружена также то есть ну видимо видимо такой же такой и такая же схема будет не построены либо уничтожены дальше методика работ та же самая в 23 году была применена она каждый объект получит так сказать место на карте на ГИС в системе будут опубликованы архивные информации об этом объекте но небольшая выжимка потому что это историко-просветительский проект и подобрана литература для как раз вот мы работаем на перспективу для того чтобы люди которые заинтересуются этой темой могли поработать в библиотеках города Омска то есть подобрана специально тематические блоки начиная от публикации в периодике то есть статьи научные монографии ну монографии более широкого плана понятно что касающиеся сибирской оборонительной линии то есть и серия видео лекций то есть это все сейчас в процессе работы то есть мы завершаем эту работу вот видео лекции верстаются сейчас идет этап монтажа этих видео лекций то есть они также составят вот будут выложены в эту структуру вставлены то есть вот появится дополнительное так сказать ответвление на этой карте которая покажет нам эти укрепления но перспективы как бы я присоединяюсь к мнению коллег и предложениям коллег то что надо единую конечно базовую базу делать это да это безусловно вот мы готовы участвовать в этом то есть есть чем как вы видите да то есть у нас систематизированная информация есть уже по объектам значит куда направление дальнейшее развитие ну направление дальнейшее развитие это эритическая линия эритическая линия а также проблема Казахстана встает но часть эритическая линия на территории России находится то есть ее исследовать и смотреть что можно сделать ну и контакты с соседними регионами чтобы дополнять какую-то информацию которая у нас есть и им помогать в этом вопросе ну и развитие системы там уже технические параметры да то есть развитие мобильной версии этой системы и так далее ну в принципе вот все что я хотел сказать спасибо за внимание коллеги спасибо огромное замечательное выступление спасибо Михаил Андреевич я с удовольствием передаю слово вам Александр Итальевич Малов старший научно-сотрудник центра военной истории России института российской истории РАН и не только тема выступления Белгород расходных книг казенного двора на выходе России смуты 1614-24 года прошу вас спасибо большое дорогие коллеги доклад посвящен служилым людям Белгорода пожалован на казенном дворе в первые можно сказать 10 лет правления Михаила Казанова на выходе России смуты доклад перекликается отчасти с докладом Олега Александровича Курбатова и направлен на формирование проспографической базы данных послужилым людям юга России и надо сказать что последние годы я занимаюсь обработкой расходных книг казенного приказа и собственно это часть этой работы что-то опубликовано что-то ждет в своей очереди этот комплекс интересен тем особенно важен до Большого Московского пожара 1626 года но и также его материалы иногда носят уникальный характер например для Сибири до Сибирского до образования Сибирского приказа до 30 снова по моему года материалы по Сибири на данный момент накопившиеся изложены в нашей недавно вышедшей монографии с Николаем Ивановичем Никитиным по ранней истории казачества там вторая глава посвящена Сибири в данном случае я представляю материалы для СПУ Белгорода чтобы вы могли составить себе представление о характере того что дают эти книги надо сказать что все служилые люди которые например выходили из плена которые захватывали языков которые как-то отличились они приезжали либо в Сиончин либо в проезжей станице и в казенном дворе должны были получать жалования если денежные поместные придачи зависели от статуса социального статуса человека и денежные придачи были разбросаны то важнейшим пожалованием служилых людей обязательным замечу было пожалование тканями в соответствии со статусом основная масса служилых людей получали с окна и вот этот фиксирующий момент он очень интересен потому что фактически все люди которые как-то отличились они зафиксированы в этих книгах сохранность их достаточно высока и мы имеем уникальный комплекс который в свое время был использован Иваном Забелиным при публикации заполнения к Дорцовым разрядам хотя эти публикации к Дорцовым разрядам никакого отношения не имеют это его прихотливая выборка из вот этих самых расходных книг казенного приказа который к сожалению ему не удалось сверить в силу того что в оружейной палате где тогда эти документы хранились поменялась власть они не нашли общий язык и свои выписки он перед публикацией сверить не смог к тому же публикации буквально обрывается на полусловия тридцать тридцать четвертом году дальше работа продолжена не была ну например по Белгороду материалы которые я здесь представляю они не нашли отражения вообще в работе забелином в российской историографии надо сказать сложилась уже традиция рассматривать охрану и обороны южных границ России и колонизационного освоения дикого поля в отрыве от исторических событий и государственной политики на других направлениях что представляется не вполне правильным и я хотел бы обратить обратиться к этому моменту здесь поражение крымских ханов Девлет Гирея I при Молоде в 1572 году и особенно Гази Гирея II под Москвой в 1591 несколько снизили остроту крымской угрозы которая перестала быть смертельно опасной для московского государства эти же поражения продемонстрировали народам и их элитам пост-ардынского имперского пространства проигрыш крымских гиреев как наследников золото-ардынской империи и многие из них стали смотреть уже на белого царя как на наследника не случайно основным внешним источником пополнения русского служилого сословия в 16 веке стал тюркский мир и собственно народы пост-ардынского пространства в том же время крымская угроза стала отходить на второй план в ходе ливонских войн приведших к открытой конфронтации самой мощной державой в северной части центральной и восточной Европы объединенной речью посполитой с 1569 года тот факт что шляхта именно южных воеводств речи посполитой киевская волынская подольская белская русская именно они выдвинули кандидатуру Ивана Грозного на элекционном сейме 1575 года все это свидетельствует о том что польско-украинская шляхта соседнего региона оценивала успехи тирана Васильевича в обороне своих южных границ от набегов и вторжений заметно выше чем обстояло дело с обороной южных границ польско-литовского государства по унии 1569 года перешедших в рамках единого государства из состава великого княжества литовского состав королевства польского на завершающем этапе Ливонской войны в противостоянии с реформированной Стефаном Баторием армии Речи Посполитой военная организация московского государства потерпела убедительное военное поражение однако армия Речи Посполитой обладала не обладала достаточным опытом и силами для взятия соответствующих вызовам времени мощных крепостей поэтому и основное внимание власти и усилия страны были направлены на фортификционное строительство правительством царя Федора Ивановича была принята еще небывалая по масштабу программа строительства городов важнейшим направлением которой стало южное строительство украинских и польских городов на поле масштабная фортификационная правительственная программа освоения и закрепления новых земель охраны и обороны пограничных уездов включала как поддержание и усиление существующих укреплений таких как Дедилов, Донков Епифания, Венева так и строительство новых крепостей городов и острогов например Воронеж в построении 1585-16 в годах на месте древнерусского Курска построили новый город наследовавший старинное имя в 1586 году поход Газегирея 1591 на Москву вызвал ответную реакцию активность России в степи резко взросла были восстановлены обновлены и усилены уже существовавшие города интенсифицировало строительство новых городов по горячим следам крымского поражения был срублен Елец в 1591-1992 через год Старый Аскул тогда же восстановлен сожженный Черкасами Воронеж в 1993-1994 возведены Кромы Белгород Новая крепость Курск Валуйки Царевых Борисов на Северском Донце ряд польских и украинских городов объединены с отдельными засеками к югу атаки и угры в единую оборонительную систему большую засеченную черту которая перекрыла муравские кальминусские шляхты все это способствовало снижению уровня угрозы в первую очередь возведение на юге новых украинных и польских городов преследовало две цели во-первых на южные форпосты опиралась организация станичной службы как система раннего предупреждения о нападении степняков которая правительство отодвигало все дальше в степь и сторожевой службы как система ближнего контроля и оповещения о набегах и вторжениях также нельзя было игнорировать и угрозу со стороны подданных Речи Посполитой Черкас литовских запорожских или днепровских казаков не попавших в служебные реестры и не нанятых в частной армии польско-литовской магнотерии которые так же как и большинство степняков жили по большей части в значительной степени за счет казаклыка казакования то есть набегов не соблюдая никаких международных договоров так в 1590 году Каневский Черкасский и Переснавский Черкасс во главе с атаманами Денисом Слепским Бараном и Гусаком обманом взяли разграбили и сожгли только что построенные Воронеж убив воеводу и устроив резню всем кто не успел разбежаться вторая цель южного градостроительства носила административно фискальный характер многие украинные города строились как центры новообразованных уездов освоенных вновь сельскохозяйственных угодий в основе русской промыслово-земледельческой колонизации Черноземья служилыми тяглыми людьми лежала неосвоенная земледельцами степь дикие поля наличие рядом целинных земель стимулировало расширение необложенных налогами сельхозугодий которые приносили чистый доход служилым и тяглым труженикам до следующего земельного кадастр промежутки между составлением земельных кадастров на основе которых население платило налоги достигало нескольких десятилетий после каждой такой фискальной фиксации доходов населения приграниченных с полем властей странах и уездов с удвоенной энергией принималось расширять свои сельхозугодия заводя на ничейной так сказать территории диких поль ротные ухажей рыбные ловы бобровые гоны цитра при следующем земельном описании то есть до следующего земельного описания чистый доход необложенный налогами получали таким образом исходило продвижением в дикие поля при следующем земельном кадастре присланные столицы соответственные лица описывали все выявленные ими новые доходы населения земель тем самым отвергая все дальше на юг пределы российского царства через некоторое время оказывалось что город как административный центр уезда давно не является его географическим центром и такие беременные уезды порождали новые административные единицы страны когда земельные превращения отмежевывались и на них строился новый город как административный центр в новопостроенном город присылались сменные воеводы и укомплектовывались постоянные контингенты так называемых приборных ратных людей городовой службы как стрельцы казаки пушкари затенщики воротники и некоторые другие категории служилых с оформлением нового уезда формировалась городовая сословная корпорация служилых землевладельцев так называемый служилый город сложнее этот процесс протекал в таких выдвинутых в степи форпостах как Ливна, Елец, Белгород, Валуй, Киарскол важнейшей целью формирования в новообразованных южных уездах городовых служилых корпораций служилых по отечеству было стремление увеличить количество дворянных детей боярских полковой службы которые по первому же призыву правительство явятся в полки в действующую армию конно-людное оружие на рубеже 16-18 веков правительство призывает в полки из южных городов дворянки боярских в исключительных случаях и ратных людей городовой службы вперед смуты вся система охраны обороны южных рубежей России рухнула а ее западный северский участок пограничных земель во главе с Черниговым отторгнут от московского государства в результате первой в русской истории гражданской войны начала 17 века теперь ее самым западным форпостом стал Путивль который вместе с Белгородом и Осколом стали главными центрами организации станичной службы как дальней тактической разведки но эти польские в кавычках конечно форпосты России не избежали погрому в 1112 году в начале сгорело безлюдевшее в результате смуты царев Борисов откуда уцелевшие жители перебрались в Алуйке Белгорода следом в том же году лубинский урядник князь Семен Лыка с литовскими людьми черкасами взял штурмом и жег первый Белгород на Миловой горе выжгли без остатка так что только на следующий год воевода Никита Лихарев смог начать строительство нового Белгорода на новом месте прикрытым речкой и заболоченной поймы Северного Донца в январе 1617 года черкассы полковника Михаила Пырского выжгли и высекли оскол атака Белгорода в Алуйке и Оскол планировалась с Гетманом Сагайдачным и в 1618 году но в итоге он решил не терять времени по столь дальними московскими форпостами а через Ливны сразу вторгнуться вглубь южно-русских земель отчасти повторив за период смуты из городов Белгородского края не были разорены только валуйки которые пали во время Смоленской войны в результате неожиданного штурма 28 мая 1633 года черкассами гетмана или полтавского полковника Яцкого Астрянина в условиях разорения смуты число служилых людей способных со своих поместья и очень без финансовой поддержки правительства подняться на полковую и конную службу то стратегически упало поэтому ближайшей целью правительства стало восстановление сожженных городов и острожков и системы охраны и обороны степных границ от Татары Черкасс с 1616 года началось восстановление большой засеченной черты прерванной лишь большим вторжением запорожской арды гетмана Канашевича Сагайдачна в 1618 году поэтому систему станичной стражевой службы смогли восстановить только после Диулинского перемирия 1618 года при правительстве патриарха Филарета Никитича с восстановлением украинных и польских городов восстанавливается и станичная стражевая служба по анаблированию верхушки казачества разворачивается процесс формирования служилого города поскольку к станичной службе как в Белгороде так и в Осколе предъявлялись наибольшие требования как в отношении людей так и обеспечения лошадьми все станичники могли служить исключительно от двух коней то станичная служба для служилых людей здесь становится важным социальным лифтом формально на территории всего московского государства существовала стройная социальная структура из множества сословных страт разделенных на три больших класса по обращению к государю молельники великого государя это холопы великого государя и сироты великого государя однако на окраинах российского царства социальные границы военнослужилого иерархического московского общества оказывались более прозрачными и призрачными суровая реальность перманентной военной угрозы в окружении более воинственных и зачастую более многочисленных кочевников и полукочевников требовала корпоративной спайки всего военнослужилого населения польской Украины как главного условия и выживания, и успеха в дальнейшем подвижении на юг, что консервировало размытость сословных границ, пока государство российское не усилилось и не утвердилось на новых и диких полях. В настоящей работе учтены все упоминания Белгорода в расходных книгах казенного приказа с мая 1114 года, когда он впервые упоминается, по августу 1624 года. За таких записей разных чинов, исключительно служилых людей и служилых людей других регионов, которые награждены за белгородские службы, нами учтено 29 человек, из которых 27 это белгородцы, 10 детей боярских, 9 автоматов и саулов, 8 казаков, станичных издаков и вожий, а из оставшихся один дворянин выбранный по Ярославлю и один холоп, боярский человек, которые пожалованы были за белгородские службы. Проведенное процепографическое исследование позволило выявить из 8 белгородских станичных атаманов четверых будущих детей боярских станичных голов. Для всех них станичная служба стала каналом социальной мобильности, пополнив элиту, складывавшуюся после смуты во многом заново белгородского служилого города. Я бы в качестве иллюстрации прочел биографическую справку одного из станичного атамана. По времени я успеваю? В качестве иллюстрации Кузьмин Алексей Васильев, сын белгородский станичный атаманов, в дальнейшем сын боярский станичная голова, впервые упоминается 29 июня 1921 года в числе белгородских станичников вместе с семью атаманами, со станичными исполковыми детьми боярскими, станичным издаком и вожем, как станичный атаман получил на казенном дворе жалование за язычный привод этого языка. Четыре аршина, партища, сухна, кострыша темно-синего. В раздаточные десятни от 20 февраля 2021-го написано атаманом второй станицы головы Гурьева с окладом в 14 рублей. Его поручителями стали голова Аксен Гурьев и издак Мина Ярцев. При разборе 28 февраля 2 марта, почему такая дата? Потому что аж пищец по ошибке записал эту запись, пометил 30 февраля 1623 года белгородских станичников Стольника и воевода князя Тифякиным и Мясоедовым, подьячим Куприяновым, написано атаманом сороковой станицы Аксена Гурьева с окладом в 354 и 14 рублей. А бытие ему в станичной службе на коне, до коню мерен. Поручителями по нему стали издаки, поручителя я опущу. Летом 1633 года во время осады Белгорода Черкаса-Мист-Остреницы возглавлял казачью сотню, оборонявшую Разумницкую башню. Под его командой было 14 станичных издаков, 21 человек казачьих детей, братьев и племянников, 56 посадских подымовных людей. В ходе месячной осады вся команда билась явственно, а сам он и четверо его станичников убили по мужику. 20 июля при отражении решающего штурма Черкасами Разумницких ворот и во время вылазки стрелецкого и казачьего головы в Орхоломе и Хитрово, сам голова Алексей Васильев Кузьмин в ходе явственного боя убил двух черкас. Следующий год во время осады Белгорода полтавскими черкасами при отражении решающего штурма 8 июня 1634 года он как станичная голова вновь отличился на вылазке головы Хитрово. Не только бился явственно, но и убил опять же двух черкас. До времени второй осады Белгорода черкасами при отражении приступов 8 июня 1634 года он как голова защищал башню с Разумницкими воротами. Его сотня составила 19 станичных ездоков, 27 их детей, братьев и племянников и 43 подымовных посадских. 8 ездоков его сотни не только бились явственно, но и убили каждый по черкасу. По переписной Белгородской книге переписи Афанасия Федоровича Бабарыкина и подьячего Ивана Гаврилова от 1646 года. Как станичная голова он владел поместьями в деревне Сотничья Поляна, и в деревне Шляховой на реке Разумница, в деревне Доброй на реке Короче под Каренским лесом. Это биографические справки, которые, конечно, с привлечением других источников были составлены, но именно такие биографические справки позволяют проследить не только социальную структуру средств, но и ее динамику, ее развитие и складывание социальных страт, прежде всего, конечно же, служилых людей. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Витальевич. Благодарю. Уважаемые коллеги, мы посовещались. Если позволите, давайте мы с вами небольшой санитарный перерыв до часа, если не возражаете, и затем уже в час мы продолжим докладом Юрия Анатольевича Зеленеева. И, уважаемые организаторы, можно ли исправить все-таки ошибку у вас опечатка не XVII по XIX веков, а XVI столетия? Мы с вами рассматриваем вопросы именно XVI века. Спасибо, коллеги. Перерыв. Прошу взять слово Юрия Анатольевича Зеленеева. Здесь у вас много должностей самых разных. Ну, давайте назову одну из них. Это кафедра всеобщей истории Марийского государственного университета. Хотя мы можем вас представить и как сотрудника Института археологии имени Аркадемии Хасановича Халикова в Академии наук Республики Тарстан. Тема вашего выступления – фортификация российского государства на территории Поволжья в XVII-XVIII столетиях. Прошу вас, Юрий Анатольевич. В этом году благодаря фонду «История Отечества», а также нашим казанским коллегам, Казанской федеральной института и Академии наук Тарстана, мы проводили круглый стол в университете, который касался оборонительных черт и крепостей XVII-XVIII века. Я оттуда взял те моменты, которые наш университет делал по оборонительным сооружениям, по крепостям. Они в полном объеме выйдут, я надеюсь, в журнале «Археология евразийских степей». А здесь я для фонда, я только те моменты и презентацию, которую мы подготовили, которую сами, в общем, делали. Пожалуйста, следующая картинка. Ну, начало это оборонительное сооружение Острога, царевого Кошайка. Следующая картинка. Мы в этом городе, в общем, он небольшой город, копаем уже с 2008 года, и с тех пор целый ряд сооружений крепостных раскопали. Как видите, вот здесь план 1795 года, и некоторые сооружения, они фортификционные, они являются продолжением той природной ситуации, ну, а враги, которые и привели к сооружению этого города в данном естественном ключе. Дальше. Вот здесь те раскопы, которые мы за это время, мы до сих пор продолжаем здесь копать, мы здесь заложили. И в первую очередь это три, даже четыре раскопа, которые связаны с крепостными сооружениями Острога. Ну, само слово Острог, это острые коля, острые плахи, которые здесь есть. В основном это были раскопки, связанные с различного рода ход с договорными работами, но вот это было и сделано. Крепость, которая здесь возникла еще в XVI веке, почему и включена в данный момент, это, в принципе, ряд крепостей, которые возникли в русском государстве во второй половине XVI века, по мере того, как развивалась территория его, и что это за строги, что это за крепости. Это, в принципе, в бунтующем крае, здесь вот царево-каршевская, Третья Черемийская война, до этого, ну, тоже две Черемийских войны строились. По какой причине крепости? Это обычная система, никто, в общем, ничего особо не придумал. Закрепление края, который занимается партизанской войной. Это блокпосты. Царево-Каршевск, Царево-Чесанчурск, Яранск, Казбодемьянск, Кашевск и другие города Среднего Полжья, это в основном вот именно эти блокпосты. Далее, вот здесь показано, как делалось это уже острожное укрепление. Ну, мы частично раскопали, вот здесь северный участок, лучше видно это ров, внизу по рву были проложены бревна с сучьими, слегка срубленные. Если человек форсирует этот ров, то он касается вот острых сучьев. Дальше. Вот этот ров, он здесь и четко виден, здесь вот это дерево внизу, а кроме этого были такие плахи деревянные, которые укрепляли стенки рва. Здесь они сохранились только остатки внизу, в самом рва, но они полностью прикрывали ров дальше. Здесь вот как раз следы этого острога. Вал был снивелирован, он красной линией обозначен, он был снивелирован, а по самому валу вот как раз следы этого древесных плах, которые, видимо, были острыми в самом завершении. Острог далее. Вот это в другом участке этого рва, ну, копался он не полностью, потому что сколько строители отдали нам под раскопки, столько мы и копали, то часть рва не была исследована. Дальше. Южная часть вот этого частокола уже два ряда, северная один ряд, а здесь два ряда. И между ними и дерево лежало, и глина, то есть это вот следы того укрепления, которое было. Дальше. Вот в профиле видно ров, который был раскопан. Дальше. Ну, это в другой участок, тоже два следы от двух рядов коловой защиты. Такая стена была вот на посаде. И от стены, вот там, где вода, это в осень уже копали, там остатки рва, он еще сохранил, ну, дожди постоянно шли, вода, ров. Таким вот. Дальше. И можно дальше. Кроме этого, мы проводили исследования двух засечных черт, ну, в данном случае, это Закамская засечная черта, так называется. Мы хознаговорные работы проводили около поселка Муловка, Муловка, Ульяновской области. Вот наверху это Закамская древняя черта, старая черта, 1651-1654 год. Ниже это новая Закамская черта, она уже в 18 веке проводилась. У нас, там мы не работали, поэтому вот эту черту. Дальше. Вот то, что представляло из себя оборонительное сооружение Закамской старой черты, вот там ров стоит, он поросший деревнями, немножко оплывший. Мы добились у заказчиков у нашего, чтобы они не прорезали этот ров, а это волоконная линия, а добились того, чтобы они под валом, под рвом проложили свой кабель. Дальше. Дальше. Больше мы занимались раскопками Пеннинской оборонительной линии. Она вот здесь изображена на северо-западе, смыкается с Ломовской, и Саратской оборонительной линии. А дальше она идет вот то, что вдоль левого берега реки Мокши и до Пензы. Хочу просто отметить, что крепости иногда появлялись раньше, чем появлялись оборонительные линии. Ну, допустим, Пенза 1663 год, а сама Пеннинская оборонительная линия 1678-1682 год. Ну, кстати, если севернее взять, Саранск, как крепость, тоже появилась в 1641 году, Азимарк-Саранская линия 1648-1651 года. Дальше. И вот она здесь изображена, место раскопки наших изображена, это Пензенская оборонительная линия. Мы копали небольшой участок около села Пяша. Тоже ход с горной раскопки, тогда строили Южный поток. Дальше. Вот это вал около села Пяша. Видите, снег лежит еще, несмотря на то, что май месяц, но снег тогда долго лежал. И нас попросили местные органы охраны памятников прокопать полностью вал, хотя мы сначала считали, что это нет необходимости, можно разрез вал и все сделать. Но как позднее оказалось, в общем-то неплохо то, что хотя трудоотраз большие, много пришлось поработать, но тем не менее это вполне оправдало себя. Дальше. И в самом валу мы раскопали, вот это начало раскопок, деревянные сооружения. Они не сооружения, это вал были положены в основном дубовые плахи, в основном они были перпендикулярны валу, но были некоторые деревья, которые лежали вдоль вала. Все они были раскопаны, зафиксированы, чертежи и фотографии есть. Причем это судя по всему, почти по всему, ну сколько мы раскопали, столько знаем, сколько по всему валу были вот такие плахи. Дальше. вот разрез вала, вот видите, он был сделан из пензенского чернозема и только на самом верху глина. Глина, она скорее всего была изо рва. Вот такой разрез. Далее. Ну это вот чертеж, видите, сам вал вверху вот это материковая глина и черное это как раз дерево. Ров левее небольшой. Дальше. Ну кроме того, мы копали и селитринное городище. Это золото-розынское одно из крупнейших городищ. Но на самом селитринном городище имеется и фаселение или форпост более позднего времени. Вот, допустим, то, что оставалось от селитринного и правильное городка, которое сделал академик Ауэрбах в XIX веке. Ну, его художник, его экспедиция. Вот остатки этого, видим, городича, ну, скорее всего, башня, которая стояла на этом городке. Дальше. А вот это план этого селитринного городка, его в своей книге приводит исследователь Гусарова. Вот такой план. Мы вместе с институтом археологии имени Халикова в 1914-1916 году пытались найти этот городок на больничном бугре, так называемом, в 1900 построили земскую больницу и город стал называться больничным городком. Но вот так нам и удалось дальше. Но здесь удалось раскопать это селитроварня печь, то есть печь, которая была задействована для выплавки селитры по документам, то есть по датировке, она проходит с 1705 по 1735 год. То есть то время, когда существовала эта селитровая печь, она полностью нами раскопана и документирована. Я не буду ее все полностью приводить, если мы в статье ее обязательно поместим. Но вся она сделана из ордынского кирпича вторичного происхождения и сама она представляет довольно сложное сооружение. Селитра важная вещь для изготовления пороха. Селитра из чего добывалась? Из костей, которые в достаточно количестве, даже более чем достаточно, были на этом ордынском городище. Вот сам этот городок дал название, село Селитра до сих пор название существует где-то начало 18 века. И существовала крепость, которая в Гусарове приведена. Пока ее у нас есть разные планы, копаем естественно больше ордынское времени, но планы русского на больничном бугре у нас есть. Исходя из всего то, что я сейчас сказал, то, что археология дает важные моменты для изучения укреплений и оборонительных полос. Во-первых, археология дает данные по конструкции и укреплений этих полос. Ну, допустим, если брать тот же самый царев Коршевский, очень много говорится о том, что в Валу были срубы, даже городни иногда пишутся, башни, но пока археологически этих вещей не выявлено. То же самое по нашим раскопкам по этим чертам. Допустим, если Пеннинская черта брать, да, судя по всему, где-то были городки и башни их нужно еще искать, но большая часть вала, она была насыпана из местного чернозема, а поверх ушли вот эти деревянные сооружения. Причем, судя по всему, были и они были в других участках укреплений, потому что вот Ломовская линия, это северо-западнее от Пеннинской, там говорится о том, что вот эти вот это дерево, оно присутствовало. Так по Ломовской черте в 1683 году предполагалось отремонтировать и построить вновь по валу без дерева и с деревом. То есть, видимо, дерево было и на этой черте. Оно играло определенную роль для скрепления этого вала. По русским городам, городищам, у меня данные есть, мы поместим это все это все укрепления такие же, когда в Псарево-Кашасе или по черте, они тоже имели имели место. Это, допустим, Муропопорта, Смоленске. Более того, есть такие данные о креплении дерева в Чехии, Польше. В Польше вообще это называется русские постройки. То есть, археология дает определенные вещи для изучения вот того, о чем мы говорим. Я не говорю о том, что мы в селитровом городе, в Пульсардынске, мы изучаем давным-давно, но тем не менее и русские вещи, русская вот селитроварня в начале 18 века нами исследовалось, изучилось полностью и, пожалуй, до настоящего времени селитроварни лучше, чем мы исследовали. Насколько я знаю, нет. По крайней мере, мы искали некоторые вещи мы при исследовании, вот при написании отчета мы использовали. Так что археология дает важные вещи. хотелось бы сказать, где-то я встретил недавно, что археология не дает историкам, да не только историкам, но и сейчас много разного пишется и в интернете, где попало, ну, слишком уж завиральные идеи высказывать. То есть вот те, то, что мы делаем, и у меня есть некоторые мысли о том, почему нет эти самые вот валах остатков срубов, почему нет. Некоторые пишут даже огородних, но их, как правило, не везде они существуют и многое-многое другое. Поэтому вот то, что я сказал, это вызывает определенный интерес и не только интерес, но вызывает определенные данные, не вызывает, а есть определенные данные по конструкции оборонительных сооружений. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за доклад, Юрий Анатольевич. Хотелось бы предоставить слово Александру Петровичу Никитину, заместителю директора музея-заповедника Костенке, тема доклада «Историко-культурное наследие города-крепости Костенска в работе Государственного археологического музея-заповедника Костенке». Хотел бы сказать спасибо организаторам за возможность представлять всю Воронежскую область, почетно-ответственная работа. В 2021 году проходили большие археологические исследования, как раз по поручению президента на территории Воронежской области и до 2021 года на государственной охране практически ничего не стояло из белгородской черты, как объекты археологического наследия. За, наверное, единственным исключением культурный слой города Воронежа, который, соответственно, все эпохи объединял. И вот в том числе были выявлены материальные остатки в окрестностях села Костенки. Дело в том, что когда боролись с буквой ЙО, у нас из всех официальных документов нашего музея-заповедника буква ЙО была изъята. И вот теперь, когда подаешь заявки на конференции, иногда путаются через ЙО или через ЙО. Костенки у нас. И презентацию можно? И вот случилась парадоксальная ситуация. Наконец-то появились объекты, связанные с Белгородской чертой на территории Воронежской области. Окрестности музея-заповедника тоже не были обделены вниманием. В частности, на гусарственную охрану был поставлен культурный слой города-крепости Костенска. Параллельно с этим в соседнем селе Борщево был выявлен культурный слой, связанный с Борщевским монастырем. Тоже одна из частей Белгородской черты и Костенский Борщевский монастырь. Это отдельные зоны ответственности, зоны обороны Белгородской черты. Вообще, Костенки известны, конечно, в первую очередь, как место, где найдены древнейшие хомо сапиенсы в Европе, как место расселения наших с вами предков, как жемчужина Палеолита, место самого большого концентрации политических стоянок. И вот окрестности этих двух сел, Костенки Борщевский, являются артиллерийским районом. А здесь теперь удалось показать, что окрестности Костенок это еще и важная часть, историческая часть освоения центрального Черноземья в 16-17 веках. Город Костенск появился в 1642 году, выдержал три подступа противника, в 40-е годы 17-го века Воронежский уезд неоднократно подвергался набегам кочевников с юга. И крепость, прямо сказать, была не самая большая, такая заурядная, одна проезжая башня, стоял острог, то есть ничего величества монументального, что мы могли бы увидеть в других более крупных крепостях на территории современной Воронежской области. В Костенске находилось всего семь пищалей, иногда пишут, что семь пушек. То есть это говорит, что не самая крупная артиллерия была в крепости, ну и гарнизон примерно в 200 человек был на территории крепости. Крепость повезло, она дважды была графически изображена. В первый раз в конце XVII века в чертеже земель по Дону показана крепость, показаны укрепления, переправа через Дон, где стоит еще одна сторожевая башня и надолбы. И еще один есть чертеж начала XVII века, XVIII века, более детальный, который позволяет даже ставить представление, схематическое представление о планировке крепости, которая, судя по результатам археологических работ и писательных, приведены были размеры всаживания, площадь укреплений составляла всего периметра по валу внешнему порядка одного гектара, может быть, чуточку больше. До выявления как объекта археологического наследия эта территория была выявлена как отдельный объект культурного наследия, достопримечательное место. Весь берег реки Дона на протяжении примерно 30 километров, это и село Костенки, и село Борщева, и село Архангельское, с особыми режимами, с особыми регламентами, где как раз в градостроительном плане была выделена середина села, где, предположительно, находилась крепость. Но эту теорию все подвергали сомнениям, в градостроительном изысканиям не верили, скажем так, архитекторам, и вот как раз требовалось археологическое подтверждение данному факту. Крепость, то, что была не самая великая и не самая интересная, говорит тот факт, что Петр I в самом конце XVII века, проплывая по дону мимо Костенка, не заинтересовался крепостью, его не заинтересовала эта крепость как военный объект, его заинтересовали исполинские кости слонов Александра Македонского, как тогда представляли Мамонтов, в работе музея-заповедника Костенки, презентации все еще нет у нас, я скидывал на рабочий стол, PDF-файл был, Костенск, возможно переименован по моей фамилии, не знаю, в работе музея-заповедника Костенки проходят различные мероприятия, связанные с наследием XVII века, например, самое простое, это вот из недавнего у нас появилась экскурсия Костенки без палеолита, пешая экскурсия по историческому центру села, но получается такой нонсенс, Костенки это и есть, палеолит в первую очередь, известен по всем и школьным, и вузовским учебникам, а тут как раз без палеолита, и вот как раз экскурсоводы рассказывают про историю села и окрестностей, начиная даже не с XVII века появления крепости Костенска, а с приходом Батыя на устье реки Воронеж, потому что находимся мы рядом с городом Воронежем, рядом с устьем реки Воронеж, то есть такой долгой предыстории этой территории, и вот прогуливаясь по высокому коренному берегу Дона, мы наблюдаем за, ну вот здесь показано расположение, села Костенки 50 километров от города Воронежа, дальше можно, это территория достопримечательного места, и на этой территории сейчас планируется создание кластера туристического историко-природного парка, на территории и Рудкино, и Костенки, и Борщева, и Архангельска есть вот как раз свидетельства, археологически зафиксированные в том числе, связанные с Белгородской чертой, в том числе эта территория известна и по письменным источникам, в частности, топонимика нам выдает один из логов как татарский лог. Двигаемся дальше. Основной зал нашего музея появился в 79-м году на месте раскопа. Вот эти кости, скопления костей, это не что иное, как остатки жилища первобытного возрастом 20 тысяч лет, то есть ничего тут не выкладывалось, не добавлялось, это был действующий раскоп. И вот представь себе, что в музее нет ничего, связанного с 17 веком в экспозиции, то есть с тех времен музей не менялся, мы ждем реконструкцию, большое строительство, обновление экспозиции, только вот как-то ментально, через текст экскурсовода, вербально может быть, или там через мероприятие мы можем доносить наследие 17 века. Двигаемся дальше. Это расположение Костенска в системе Белгородской черты. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот то самое первое изображение Костенска. Обратите внимание, он удален от Дона, прикрыт старичными озерами и ручьями, находится на второй, третьей террасе, а внизу, в пойме, прямо на берегу Дона, находится сторожевая башня у переправы и здесь располагаются надолбы. Двигаемся дальше. Это уже начало 18 века. Дальше, пожалуйста. Примерно как могли выглядеть укрепления в Костенске. Дальше. И два плана. Один план 21-го года это собственно что ставилось на государственную охрану. Это историческая часть села. Значительная часть крепости находится под кладбищем. А вторая схема это градостроительный план объекта культурно-следие достопримечательное место. Дальше, пожалуйста. Примерно как это выглядит на Яндекс-карте и внизу значком отмечен наш археологический музей. То есть меньше одного километра до расположения крепости Костенска. Поэтому мы можем себе позволить проводить пешие прогулки по центру села. Дальше, пожалуйста. Это мы праздновали юбилей Петра Первого. Костенск у нас тоже засветился в деятельности Петра Первого. Дальше, шахматный шахматный турнир памяти Владимира Павловича Загоровского. Наш музей один из немногих, кто проводит подобные мероприятия. Мы смогли увязать первобытную археологию наследия 17 века Костенска и наследия знаменитого историка. Дело в том, что он был гроссмейстером, чемпионом мира по шахматам, по переписке. У нас каждый год проходит небольшой турнир. Параллельно с этим мы проводим тематическую экскурсию либо лекцию для участников, то есть рассказываем как раз про наследие 17 века. Дальше, пожалуйста. Обзор с наших холмов. Дальше. И проводим тематические мероприятия. В частности, наш музей был заказчиком мероприятия крупного фестиваля. Стали придумывать названия. И вот, чтобы победить региональную бюрократию, пришлось придумывать какие-то новые названия, связанные с Белгородской чертой, чтобы поженить, во-первых, разные эпохи. Фестиваль был на несколько эпох рассчитан сразу. И как-то увязать его с Белгородской чертой не получалось. Прямо говорили на Белгородскую черту ищите деньги в Белгороде. Примерно такая же ситуация. У нас была и в Липецкой области. Там пришлось придумывать проект под названием Русская черта. Здесь русская стена. И вот от этого фестиваля осталась вот эта башня а-ля 17 век. Она, конечно, не исторична, но, тем не менее, глаз радует, стал излюбленным местом туристов. С нее неплохой вид открывается на пойму реки Дон. И дальше, пожалуйста. И вот я сказал, что у нас в музее нет ничего связанного с 17 веком. Это так и не так. Дело в том, что нам на хранение несколько лет назад был передан челн, найденный на юге Воронежской области. По радиоуглеродному датированию он относится к 16-17 векам, то есть как раз к периоду заселения края, сложения системы Старож и строительства Белгородской черты. И, к сожалению, следующий слайд, он до сих пор не попал в руки профессиональных реставраторов. То есть хотелось бы, чтобы был приден весь комплекс реставрационных работ, и он занял должное место в обновленной экспозиции музея. То есть он как раз хорошо укладывается и с историей Дона, и с историей Белгородской черты, даже немножко отсылает и к первобытному наследию, первобытному даже речному транспорту. Дальше. Ну вот, для того, чтобы оценить физическое состояние объекта, металлические листы, это не мы прикручиваем, это местные краеведы, которые его откопали, они посчитали, что так будет находке лучше, она так будет себя лучше чувствовать параллельно с этим, пропитав клеем ПВА. Поэтому, к сожалению, боюсь представить, сколько пойдется мучиться реставраторам. И можно следующий слайд. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех присутствующих в музей-заповеднике Костенки, посмотреть на наших мамонтов, ознакомиться и с палеолитом, и с белгородской чертой, предметно на берегах Дона, в среднем Падонье. Буду рад увидеть у нас в музей-заповеднике Костенки. Спасибо. Спасибо вам большое за доклад, Александр Петрович. И хотелось бы передать слово Геннадию Николаевичу Белорыбкину, ректору Института регионального развития Пензенской области. Тема доклада «Пензенская засечная черта». Можно сразу презентацию? Можно сразу перейти ко второй странице. Сразу хочу сказать, что у нас на прошлой неделе тоже было два знаковых события. Мы 25-го числа провели круглый стол по значимым чертам по тригидой вот этого проекта Российского исторического общества и посвятили его памяти Виталия Ивановича Лебедева, который я не случайно здесь привел карту заточных черт России, который объездил все заточные черты и результатом этой работы стало издание им книги «По следам заточных сторожей». которые мы уже несколько раз переиздали и эти материалы вошли в самые разные труды, начиная от учебников по краеведению и заканчивая научными общающими трудами. Ну и еще одно знаковое событие. На заечной черте у села Макшан была на прошлой неделе открыта новая башня защищная, которая заменила старую, простоявшую там лет 20, она сгнила, вот ее снесли и поставили на этом месте новую. Но там в конце презентации мы ее увидим. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот как раз результаты работы Виталия Ивановича Лебедева, который составил эту карту и она вошла в учебники по истории Пензенского края для школы. Следующий слайд. Что касается Пензенской заечной черты, здесь вот Юрий Анатольевич уже озвучил, что она шла от Пензы до Макшана и смыкалась с Ломовской чертой. И так получилось, что вот эта территория, это так называемый степной язык, где очень ровная поверхность и через этот степной язык очень любят прокладывать газопроводы, нефтепроводы и многое-многих других проводов. И поэтому защитная черта все время встает на пути. И вот в результате на небольшом отрезке пришлось ее раскапывать вот только нам в четырех местах раскапывать. Вот Юрий Анатольевич пятый, как говорится, раскоп. То есть тот редкий случай, когда на небольшом участке где-то в районе 60 километров пять раз пришлось раскопать защитный вал. Поскольку это степной участок, поэтому там вал идет, начиная от Пензы вплоть до Макшана. За Макшаном там уже пошли леса и до Ломовской черты там в основном шла сама засека, валов там нет. и вот дальше следующий слайд, пожалуйста. Вот она так выглядит, следующий слайд. И вот тоже один из вариантов раскопок. Те же, как говорится, бревна, положенные поперек вала. Следующий слайд. Ну и вот разрез следующий, пожалуйста. Ну это вот более крупно, чтобы было видно, что значит в чем особенность или в чем какие результаты мы получили благодаря тому, что раскопали на небольшом участке этот вал в нескольких местах. Ну вот вы здесь видите разрез другого раскопа тоже у села Пяша. и мы видим, что примерно стратеграфия вала та же самая, что и в разрезе Юрия Анатольевича. Я даже больше скажу, что такая же примерно стратеграфия она идет где-то километров 30-40 в результате вот раскопок на разных участках. Мы видим, что само тело вала сложено из поверхностной почвы там действительно черноземы в основном и сверху значит подсыпаны глины. Следующий слайд, пожалуйста. И более того там, где на вершине лежат бревна, они еще перекрыты берестой и это привело к тому, что дерево практически сохраняется целиком за счет того, что возникает эффект шолеконсервации благодаря бересте и поэтому валы стоят не осыпаясь, несмотря на то, что насыпаны в общем-то из гумуса. И вот эти поперечные прежде всего бревна, перекрытые берестой, они как бы скрепляли тело вала и с внутренней стороны там встречаются следы чистокола. Более того, в некоторых местах вдоль внутренней стороны вала у подошвы встречаются еще остатки деревянных помостов. То есть вдоль вала были кое-где проложены деревянные помосты. Следующий слайд. Ну это реконструкция широко известная. В принципе, она соответствует тому, что было раскопано на этом участке вала. Следующий слайд. Ну и вот это участок вала у села Макшан. Вот та самая башня реконструированная. И вот здесь, когда мы проводили раскопки, здесь совершенно другая конструкция вала. Казалось бы, участок 60 километров, а совершенно две разных технологии. При этом при раскопках вала у Макшана никаких вот этих поперечных бревен, бересты нет. Здесь встречены деревянные клетия, забитые глиной, щебнем, причем слоями все это засыпалось, утрамбовывалось. То есть совершенно иная технология изготовления насыпи. Такое ощущение, что вот на небольшом участке работали две совершенно разных строительных бригады. Одни делали вал по одной технологии, другие по другой, учитывая, что сооружался этот вал где-то с 1976 там по 80-й год, то есть на небольшом промежутке и тем не менее конструктивные особенности совершенно разные. Плюс, что еще интересно, вот дали раскопки этого вала, они нам дали ответ на, скажем так, историю заселения территории. Дело в том, что под этим валом была обнаружена башня, причем башни не заброшенные, а, скажем так, свежие, которые обрабатывались на протяжении где-то десятка лет, и вот прямо по свежей башне насыпался этот вал. Это говорит о том, что территория заселялась еще до того, как строился вал, и здесь вот правильно Юрий Анатольевич сказал, что крепости создавались еще до того, как насыпались вот эти линии, и эта территория осваивалась, заселялась, а потом уже, скажем так, по обжитой территории сооружались земляные валы. Следующий слайд. Ну, и это вот, скажем так, реконструкция того, как выглядели казаки, охранявшие пенинскую защищную черту, и надо сказать, что пенинская защищная черта, она выполняла свою роль, ну, скажем так, довольно длительный период, вплоть до времен Петра I, который, продвинув территорию России на юг, казаков с пенинской защищной черты перевел в царицын, ну, и, в принципе, на этом актуальность защищной черты Пензенской прекратилась. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за ваш доклад, Кеннадий Николаевич. Далее нам необходимо внести небольшие правки в программу, и дело в том, что в рамках реализации проекта по истории изучения засечных черт, в истории отечества реализовался проект и был проведен конкурс по выбору памятного знака, который мог бы быть установлен на засечных чертах Российской Федерации. Поэтому хотелось бы передать слово Петру Петровичу Олейникову, профессору Волгоградского государственного технического университета, и Ольге Геннадьевне Мельниковой, доценту Волгоградского государственного технического университета, которые разработали один из лучших памятных, один из лучших макетов памятного знака, который мог бы устанавливаться на засечных чертах. Пожалуйста, коллеги. Привет, коллеги. Вас приветствует Волгоградский государственный технический университет. Нам предоставили слово и возможность представить свой проект. Дело в том, что в 1720- 1718- 20-х годах была построена царицинская стражевая линия по указу Петра Великого и эта линия сейчас сохранилась. Мы можем наблюдать в настоящее время остатки царицинской стражевой линии, хотя она и называлась в разное время Волг Анны Ивановны, но это, так сказать, случайно. Сейчас это царицинская стражевая линия. И мы видно, да? Видно нас? Да, коллеги, да, коллеги. Да, значит, сейчас эта линия сохранилась, в частности, на границе Иловлинского района и Городичинского района. И даже еще лет 40 назад там были установлены памятные знаки. Вот слева мы видим профиль царицинской стражевой линии, а справа мы видим стелу, которая дает информацию о царицинской стражевой линии. Мы с Ольгой Геннадьевной Мельниковой несколько, некоторое время назад разработали проект благоустройства вот этой линии. И просто мы фрагментарно вам покажем, что на базе существующих вот этих площадок мы развили свой проект и здесь показали два элемента. Это зона исторических объектов и зону степных народов, а также территория существующая вот Б обозначена дальше. Здесь мы видим то, что расставлено было, и потом вы увидите ролик, я не буду останавливаться, что мы здесь сделали, просто на въезде справа в верхнем углу мы видим там памятный знак, который предваряет въезд на территорию. Вот зона степных народов здесь, и вот на входе в это историческое место с этими объектами такими полуисторическими мы установили свой знак царицинская строжевая линия, он из себя представляет бетонное сооружение такое, потому что мы убедились, что нужно в бетоне делать, где надпись царицинская строжевая линия, сверху это как бы бастионы такие, и снизу редуты, редуты тоже сохранились на нашей территории, ну фрагменты тоже этого элемента благоустройства, показываем здесь всякие объекты, офицерская светлица, житница, кузница, конюшня, наблюдательная вышка, также и зона торговли, которая связана вот с этими элементами, и что касается самого знака, то вот он здесь представлен у нас, это такой камерный, небольшой на въезде объект, и высота метр пятьдесят, где-то около четырех метров ширина его, здесь мы разработали тоже и ну чуть ли не рабочие чертежи, также на подъезде, на автодороге мы предложили такой вот знак царицинской развалинии, который в меньшей степени будет мешать движению транспорта на дорогах, там есть свои специфические особенности при установке таких знаков, мы их очень хорошо изучили, и ну тоже проект, я еще добавлю, что мы имеем очень большой опыт проектирования такого рода объектов, я скажу больше, за более чем сорок пять лет нами спроектировано более пятидесяти таких знаков по всей территории Волгоградской области, и просто мы сейчас коротко покажем, мы эти знаки делаем в том числе и со студентами, то есть привлекаем студентов для разработки проектов, сейчас вот последний знак наш с Ольгой Геннадьевной это как раз памятное место для нового проекта, проекта музификации трассы канала по проектам Джона Перри и Брекеля, это в Камышине это уже этого года работа тоже такой знак предложен, но ранее были построены Дубовский знак, тоже вот на таком историческом месте он был, поэтому тоже элементы крепостные имеются, ну и ряд других знаков, которые у нас тоже осуществлены и сейчас хочется сказать, что вот этот знак Светлоярский район Перекресток цивилизации мы сделали несколько лет назад со студентами вместе нашего университета, вообще мы привлекаем студентов и к проектированию, их строительству, и Ольга Геннадьевна сейчас покажет нам небольшой ролик по вот этому нашему проекту музификации, что ли, можно так сказать, царицинской сторожевой линии, это первый проект такого рода в нашем регионе, и надеемся, что какие-то в дальнейшем будут подвижки на этот счет. Здесь фотофиксация предпроектная представлена, ведь со съемки мы изучили, выезжали на место, к сожалению, частично она была разрушена, эта линия, и вот начало нашего объекта. Где-то в километрах сорока от Волгограда находится это место, площадка, как мы уже сказали, давно там существует, ее в этом году реконструировали, эту площадку расширили, сделали новое асфальтовое покрытие, и ничего не мешает начать работы по возведению этого объекта. Вот как раз наш памятный знак, он вписан здесь в начале нашего объекта. Дальше представлена площадь для автопарковки, во-первых, чтобы можно было остановиться и туристическим автобусом, и автолюбителем, и дальше посмотрите, обратите внимание, что представлено композиционное расположение элементов в соответствии с историческими особенностями, где можно проводить различные мероприятия, также здесь может обслуживаться территория, и с точки зрения конюшни, и с точки зрения вкладации торговых рядов, то есть постарались реализовать то, что было раньше. Роковой склад, кузница, кузница, и через ров там расположена зона степных народов, то есть это существующее предложение, существующее здесь расположение мост и профиль пение пение это. Вот законченная композиция, пушка тоже здесь уже, я не знаю, сколько лет стоит уже, лет 40. коллеги, спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Петр Петрович, спасибо, Ольга Геннадьевна. И хотелось бы передать слово Кореневскому Андрею Витальевичу с темой доклада «От засечных черт позднего средневековья к оборонительным линиям имперской эпохи». Прошу вас, Андрей Витальевич. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Ну и Марк Блок предлагал своим коллегам начинать все свои размышления с моей кульпа, поэтому я сразу объясню, что когда мы обсуждали участие наше в этом круглом столе с Андреем Александровичем, я предложил две темы. Одна это по итогам того семинара, который мы проводили в рамках этого проекта, а вторая, как мне показалось, могла бы быть тоже интересна участникам семинара, хотя на первый взгляд достаточно далеко отстоит от этой проблематики, а именно дело в том, что весь этот год мы целенаправленно реализовали такой мультимодальный проект, посвященный 500-летию теории Третьего Рима, и как это непарадоксально звучит, этот сюжет косвенно связан с проблемой данного проекта, потому что нужно иметь в виду и учитывать, какое место занимала Псковская земля в системе геополитических интересов Руси 16 века, и, собственно, именно там берут истоки основы политики такой стратегической обороны, которая потом была в полной мере реализована уже на юге, и глубоко символично, что вот та самая теория Третьего Рима, она была сформулирована старцем Филофеем в послании Миссюриу Мунехину великокняжескому дьяку, который, собственно, вот эту линию обороны западную и создавал. Но, я, в общем-то, подготовил доклад к этой теме, но когда я послушал доклады коллег сегодня, я понял, что, быть может, гораздо важнее будет сказать о том, о чем мы, что мы обсуждали в нашем семинаре, потому что вот то, что мы обсуждали, оно оказалось как бы на вырост и вполне может быть именно продолжением этого проекта, тем более, было очень радостно услышать, что проект не заканчивается, что вполне может быть его дальнейшее развитие. И когда мы разрабатывали концепцию нашего проекта, привлекали участников нашего семинара, то мы исходили из того, что наш регион, Ростовская область, конечно, он находится за территорией вот этих засечных черт. И в то же время есть прямая связь между той политикой, которая реализовывалась ранее на территориях более северных, чем наш регион, и том, что происходило уже в 18-19 веках на наших территориях. Поэтому, с одной стороны, мы решили сфокусировать внимание на динамике этого процесса, и поэтому и сам семинар был так обозначен, как от засечных черт позднего Средневековья к оборонительным линиям 19-го века. И, соответственно, и участники этого семинара привлекали специалисты и из Белгородской, и из Белгорода, и из Воронежа, и из нашей области, и из более южных регионов. И, ну, как бы под заголовок моего сегодняшнего выступления субспеция семиотик, это, ну, как бы позаимствован из известной статьи Успенского в истории субспеция семиотики, потому что мы хотели показать не просто динамику, а именно место, как, место политики по формированию южной границы, как такого структуру образующего действия в духе концепции Лотмана, семиотической концепции Лотмана, культуры, как штампующего устройства. В самом деле, сегодня уже неоднократно говорили, что построение засечных черт и уже более южных, более восточных оборонительных линий было чем-то гораздо большим, чем просто элементы военной политики. По сути дела, это даже было не просто освоение новой территории, это было ее переструктурирование. Ну, коллеги, наверное, кто бывал в Сибири, вы обращали внимание, такое удивительное явление, когда ты оказываешься в Тобольске или в далеком-далеком Улан-Удэ, бывшем Верхнеудинске, и возникает ощущение, что ты на какой-то момент перенесся в среднюю полосу России. То есть, даже на таких отдаленных рубежах империя переформатировала само пространство, превращаясь в часть своего культурного пространства. И гораздо важнее даже то, что переформатировалось не только физическое пространство, но и социальное. Сегодня уже много говорили об однодворцах, о тех совершенно удивительных социальных явлениях, новых структурах, новых социальных группах, которые здесь формировались. И это тоже элемент вот такого действия имперской, первоначально как бы предимперской или имперской политики по переструктурированию социального пространства и формированию новой социокультурной реальности. И в этом плане мне показалось очень созвучным тем идеям, которые высказывались на нашем семинаре и на более ранних проектах, которые мы реализовывали. Здесь высказаны идеи касательно генеалогии изучения семейных линий. Дело в том, что вот ранее еще до участия в проекте по засечным чертам у нас разрабатывался такой проект по восточноевропейской истории, которую мы тогда называли «Соседи не выбирают восточной Европы как зона культурной конвергенции». И мы сфокусировали внимание на таком уникальном явлении восточной Европы как мы это предложили называть трансэтнические семьи. Не полиэтнические, а именно трансэтнические, потому что нигде ни в одном другом регионе Земли нет такого явления, как разветвленные генеалогические древа, состоящие из близких по родству семей, семей, восходящих к общим предкам, но тем не менее имеющим разную этническую принадлежность. Своего рода таким ярким символом вот такой трансэтничности семейной истории Восточной Европы, в том числе и нашей страны, может быть картина, которая имеется в Веляновском музее, называется «Семья Радзивиллов», где на большом овале несколько картушей с портретами представителей этой семьи в сарматском стиле, они однотипные, и эта однотипность повторяется еще и чертами портретного сходства этих людей, но удивительная вещь, часть изображенных имеет стрижку в кружок, а часть оселедец, и это говорит о том, что просто стрижка это маркер религиозной принадлежности, при этом одна семья, это ближайшие родственники. Так вот, это имеет прямое отношение к южной границе, к этому фронтиру, хотя сейчас очень многие оспаривают применение теории фронтира к этой территории, к этому региону, так именно чем интересен этот регион, и, как мне кажется, в каком направлении можно было бы развивать данный проект, и особенно меня как бы зацепила идея, что остались еще неосвоенными вновь присоединенные территории, потому что это территория изюмской черты, и это и не просто изюмской черты, это дальнейшее развитие вот этой политики, потому что ведь не случайно это Славяно-Сербия, это вовлечение такого ресурса, как миграционная политика, и, кроме того, у нас достаточно серьезно дискредитирована в историографии тема военных поселений, но на самом деле вот эта система военных поселений, которая формировалась здесь, на юге, особенно после наполеонских войн, это прямое наследие засеченных черт и оборонительных линий, в частности, вот сегодня говорили о проблеме городов-побратимов, да, можно это как-то сюда вовлекать, так вот, напомню, что именно здесь были расквартированы многие полки на поселенческой основе, в частности, Серпуховский Уланский полк был расквартирован в Изюмском и Змеевском уездах и город Балаклея, который многие слышали сейчас по новостным сводкам, даже какое-то время назывался Новосерпуховым, поэтому почему бы не предложить идею Серпухову как бы вспомнить об этом полузабытом прошлом и восстановить вот такие отношения, более того, ведь я могу сказать об опыте своих собственных исследований, здесь наблюдается очень четкая преемственность просто по фамилиям, в частности, говоря о той же самой Балаклее, обычно всегда педалировалась тема ее основания запорожскими казаками, но на самом деле там был не менее мощный поток с севера именно в процессе продвижения оборонительных линий, и мы можем даже увидеть как здесь оказывался достаточно большой пласт семей и фамилий украинско-литовско-польского происхождения, поскольку это было напрямую связано со Смоленской войной, когда, как известно, после взятия Смоленска польскому гарнизону было просто предложено, ну, пленным польского гарнизона было просто предложено либо дожидаться выкупа и обмена, либо переходить на русскую службу, и большая часть представителей гарнизона выбрала второе, и мы можем наблюдать преемственность в эту миграцию фамилий в Курской губернии, особенно Фатежский уезд, где всегда отмечали в вот этом однодворческом населении Фатежского уезда очень высокий удельный вес польских фамилий, и, ну, понятно, польских условно, это восточноевропейские фамилии, там могут быть и белорусские, и украинские, и литовские, и отмечали очень острую память местных однодворцев о своем былом дворянском происхождении, и более того, на самом деле, мне приходилось видеть преемственность вот этих вот упоминаемых фамилий и в списках гарнизонов Симбирской линии, затем Томского Острога, и более дальних Сибирских Острогов, то есть эти люди совершили такое удивительное перемещение из Смоленска на Изюмскую линию, затем на Симбирскую линию, затем Томск, причем интересно, что в первом списке Томского гарнизона напротив этих фамилий очень чистые пометки шлихетской породы или родом Литвин, родом поляк, что говорит как раз таки вот об этом едином процессе, и как мне представляется интересным и очень перспективным направлением этого проекта в таком социально-антропологическом, культурно-антропологическом плане, было бы именно такой сюжет, как семейная история южной границы Российской империи, или можно по-другому семейная история оборонительных линий, крепостей и военных поселений юга страны. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Андрей Витальевич. И мы передаем слово Игорю Михайловичу Гостеву, следующему отделом военной истории Архангельского краеведческого музея темы докладов Организация защиты арктических рубежей России 16-19 веков. Спасибо большое. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Друзья, прошу прощения сразу, здесь очень красиво и очень хорошо представлено достижения, которые были сделаны коллективом исследователей под эгидой Российского исторического общества в рамках проекта «Белогородская черта» и рядом с ними. Но я, наверное, буду говорить о... Скорее, моё выступление это будет постановка проблемы. Возвращаясь к первым выступлениям, это о том, что этот проект может быть продолжен и одним из продолжений проекта должно стать исследование северо-западных крепостей. Действительно, север России это отдельная, отдельная, наверное, вселенная. Ведь недаром, недавно, буквально по нашему российскому интеллинию в одном из выступлений было сказано, что Россия своим фасадом обращена в Арктику. Самое протяжённое арктическое побережье, самая протяжённая морская граница и так далее. Освоение северянами и славянами арктического побережья России началось ещё в X-XII веках. Уже в XII веке на территории от реки Онеги до реки Печёры возникло 128 пунктов сбора десятины в пользу Новгорода. Всё это время параллельно основанию населённых пунктов появлялись первые монастыри, из которых на сегодня наиболее известны это Лявлинский, Михаил Архангельский, Николай Карельский, Соловецкий, Антонио Сийский монастыри, которые, собственно говоря, были важнейшими центрами реализации государственной политики, центрами обороны, центрами хозяйствования и, собственно говоря, крупнейшими феодалами, феодальными землевладельцами на русском севере. Первое разорение двинских земель иностранцами, в данном случае мурманами, и военные походы новгородцев на двину с целью сбора дани привело к строительству первых крепостей, о которых мы, в общем-то, практически ничего не знаем, к сожалению. Так уж случилось, что с точки зрения истории фортификации, истории крепостных сооружений, удалось заставить обратить внимание на этот вопрос только лишь с вопросом исследования Новодвинской крепости, первой каменной бастионной крепости России, первой боевой крепости Петра I, место первой победы в Северной войне и много-много чего первого. То, что связано с именем Петра, оказалось, гораздо легче продвигать. В то время, как, например, одна из первых каменных крепостей на севере России, наверное, первая самая первая каменная крепость на севере России, крепость Орлицы, построена в XIV веке на Двине, по-хорошему, до сих пор не исследована, хотя было семь попыток археологической разведки на этом месте, но, к сожалению, начиная с XIX века, заканчивая, собственно говоря, концом XX века, все те подходы, которые были сделаны, они были сделаны без учета знаний теории фортификации и вообще без учета понимания сущности крепостей. В результате большинство раскопов там оказались практически пустыми. Создание централизованного московского государства обозначило проблему защиты границ не только с юга, но и на севере России. И, собственно говоря, появление в XVI веке первых английских кораблей в Белом море, а за ними и голландских кораблей показало проблему того, что, в общем-то, северные рубежи теперь достижимы иностранцам, а, собственно говоря, они совершенно не защищены. И начинается массовое строительство крепостей. Это в данном случае это Кола. Сегодня это пригород Мурманска, город Кола. К сожалению, от сооружения Кола ничего не осталось, ничего не сохранилось. Самая деревянная Кольская крепость была полностью сожжена во время Крымской войны, когда англичане сожгли деревянный Кольский острог. Дальше, соответственно, в эти же годы, в 1580-е годы строится уже каменный Соловецкий Кремль, строятся остроги на Соловецких землях на западном побережье Белого моря, постоянно подвергавшегося нападению шведов. Это Ругозерский острог, Кемский острог, Сумской острог. Притом, это победоносные остроги, места, где громили шведов. Сумской острог еще поучаствовал в разгроме литовцев, казаков, черкасов, как угодно, тех разбойников, которые бежали на север после подавления русской смуты в столице. Собственно говоря, смута переместилась на север в 1614 год. Это, собственно говоря, год самый тяжелый для севера, где уничтожались целые села, погосты, уничтожались люди, уничтожались строения. К счастью, Архангельск, как деревянная крепость, Архангельск, не подверглась нападению в 1614 году, поскольку разбойники, получившие отпор у емецкого острога, который тоже до сих пор не исследован, и под холмогорами, который тоже не исследован острог, они подошли к Архангельску и, собственно говоря, стоя в пригородах города, они увидели, как в Архангельске сжигается деревянный гостиный двор, то есть освобождается предполье перед деревянной крепостью, и после двух уже разгромов они не решились напасть на Архангельскую крепость и пошли дальше, разоряя все на своем пути. Кроме этого, собственно говоря, у нас строились крепости, если дальше идем по побережью, это Пустозерский острог. И, собственно говоря, таким образом выстроилась линия защиты и линия обороны арктических рубежей. Это все сформировалось в конце 16-го, начале 17-го веков и благополучно функционировало, имея собственные гарнизоны. Соловецкие крепости и Соловецкие остроги имели собственный стрелецкий гарнизон монастырских стрельцов, Кольский острог имел гарнизон 500 стрельцов, Пустозерский 100 стрельцов и Архангельск с холмогорами имели гарнизон в разные годы, разные цифры, но от 1500 до 1821 стрельца. Дальше 17-й век у нас дает относительное затишье, в этот период как раз строятся, укрепляются многие монастыри, у которых появляется крепостная ограда у монастырей, начинается каменное строительство на севере и строится каменно-архангельский город, объединяющий большую каменную крепость русские и немецкие гостиные дворы. Сегодня от нее осталось только маленький кусок русского гостиного двора, где помещается Архангельский краеведческий музей со своей исторической экспозицией, но при этом сохраняется и деревянная крепость, которая рассуществует еще до 30-х годов 18-го века, тогда же впервые поднимается вопрос защиты дельты Северной Двины, которая прикрывает Архангельский порт, главный порт России, и тогда рассматриваются проблемы строительства, проект даже строительства двух каменных башен, которые должны замкнуть цепью судоходное русло Северной Двины. По принципу того, что было построено под Азовом на Дону, представьте ширину Дона и ширину Северной Двины, главным судоходным руслом тогда была Березовская Устья, ширина Березовской Устья 2 км. Как цепью перекрыть 2 км, это нужно еще подумать и нужно придумать. Тем более, что если с одной стороны можно найти остров материкового типа, на котором можно поставить каменную башню, то с другой стороны русла будет остров обязательно намывной из песка, собственно говоря, это обычный плывун. Соответственно, этот проект не был реализован и все это продолжалось достаточно длительное затишье до начала Северной войны. Как мы знаем, Северная война началась с сокрушительного поражения русской армии под Нарвой. собственно говоря, тогда и Петр I, и Кал XII осознали, что единственный способ победить в войне, собственно говоря, для шведов это разгромить Архангельск, а для России это защитить Архангельск. Дело в том, что Архангельск был тем самым единственным портом, через который Россия получала из Европы важнейшие стратегические материалы и оружие, потому что к тому моменту оружие еще, мы пользовались оружием иностранным. К сожалению, к тому моменту именно до освоения уральских железорудных месторождений хорошего железа в России не было. Мы могли сделать одну, две, несколько царь-пушек, но серийное производство полковых орудий и других, собственно говоря, у нас не удавалось. Существует документ в Российском государственном архиве древних актов, которые это подтверждает, 1702 год. Петр собирается с собой вести в поход 300 пушек, отправляются два диака из Новгородского приказа принимать эти пушки, потому что их нужно отправлять в Архангельск, через Волгогу в Архангельск. И при первом испытательном выстреле, первый испытательный выстрел это двойной заряд пороха и пыш, собственно говоря, больше ничего, разрывает 60% орудий, которые уходят в переплавку. Качество было действительно достаточно низким и все это восполнялось тем, что через Архангельск доверенные купцы, лично знакомые с Петром и с Федором Светочем Головиным, везли орудия, везли ружья, везли шпаги. В среднем торговое судно в качестве замены балласта привозило 30 пушек, либо 3000 фузей, либо много-много-много бочек со шпажными клинками. Шпажные клинки вообще штучно не считались, они считались бочками в тот момент. И вот тогда собственно Петр принимает решение о строительстве Новодвинской крепости, которая строится на подходе к Архангельску со стороны Белого моря и которая уже в процессе строительства встречает передовой отряд шведского флота и в ночь с 25 на 26 июня по старому стилю или с 6 на 7 июля по современному календарю русская армия одерживает победу над передовым отрядом шведского флота первая победа в Северной войне первая морская победа России. Кстати, справочники Веселага под пунктом 1 первая морская победа. Новодвинская крепость достраивается, она строится по уникальному проекту, ее строит немецкий инженер Георг Эрнестрезе, при этом крепость не ложится ни в одну инженерную школу Европы, там заимствовано все лучшее с немецкой, итальянской, голландской, французской школ, и собственно говоря, эта крепость без особых каких-то изменений и дополнений перестроек 160 лет будет стоять на защите рубежей и собственно говоря, она станет основой в дальнейшем она станет основой глубоко эшелонированного укрепрайона Дельта-Северной Двины, который предотвратит нападение англичан на рубеже 18-19 веков и собственно говоря, встретит и достойный отпор англо-французской эскадрии в годы Крымской войны, собственно, это последнее боевое применение, когда собственно передовая батарея этого укрепрайона отразила в 1854 году одну попытку высадки десанта и в 1855 году четыре попытки высадки десанта вражеского на передовых подступах к Архангельску и собственно говоря, больше никто не рискнул. Вот собственно вот эта краткая история фортификации, но эта история фортификации нас приводит опять же к чему? Мы на сегодня работая на Новодвинской крепости, а подходы, все подходы к реставрации, к проектированию, они стали возможны исключительно благодаря российскому историческому обществу, вниманию российского исторического общества к нашей проблематике. Мы на сегодня сталкиваемся с тем, что, например, инспекция по охране памятников Архангельской области уже четыре раза отвергла проекты оформления достопримечательного места. Почему? Ну, можно предположить почему, потому что памятник становится популярным, туристический поток туда растет, соответственно, туда хотят зайти коммерсанты, если мы оформим достопримечательное место, с коммерсантом будет труднее. Собственно говоря, я уже говорил, многие крепости, от которых есть до сих пор прекрасные валы, следы бытования этих сооружений до сих пор не исследованы. У нас не исследована последняя деревянная крепость, это крепость в Холмогорах, это четвертый известный на сегодня острог в Холмогорах, который так и не исследован, от него и есть земляной вал с каменным наполнением, у него белокаменная основа засыпки вала, и сверху земляная обсыпка, на ней стояла уже деревянная стена с башнями. Совершенно не исследована, как я уже говорил, крепость Орлицы, у нас не исследованы практически ни одно из оборонительных сооружений укрепрайона, архангельского нашего укрепрайона, именно рубежа постройки 18-19 веков. Вообще эта проблема в том, что действительно изучение такое необходимо. На будущий год мы запланировали для себя, если мы найдем финансовую поддержку, создание подобной же интерактивной карты фортификационных сооружений территории Архангельской области, сегодняшней территории Архангельской области. Да, мы не попадаем в проект засечных черт, расселение на севере, оно велось другим образом, и не было дорог по суше фактически, первая дорога была указ Петра 1 1693 года строительства почтового тракта, до этого сухопутных дорог не было, все перемещались по рекам, поэтому все населенные пункты и все оборонительные сооружения у нас стоят вдоль рек. Вот, собственно говоря, это краткое мое сообщение. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за доклад, Игорь Михайлович. Говоря о изучении засечных черт, необходимо отметить, что на протяжении последних нескольких лет было проведено огромное количество археологических изысканий. Исследователями, в том числе присутствующими здесь, дорогие коллеги, было поднято огромное количество архивных материалов, были изучены новые комплексы архивных документов в центральных, федеральных, региональных архивах, связанных с историей фортификации. Были приложены колоссальные усилия по изучению, по музеификации оборонительных линий. Российское историческое общество в том числе приступило и к популяризации объектов культурного наследия, которыми являются линии роста. И при помощи, при поддержке Алектины Юрьевны Кузовенковой, можно сказать, ее силами, были подготовлены и отсняты видеоролики по данному проекту. Пожалуйста, Алектина Юрьевна. Спасибо большое. Я тут получилась хедлайнером нашего мероприятия. Говорят, что хедлайнеров лучше запоминают, так что я очень рада этому, потому что то, что я скажу чуть позже, мне кажется, очень важно. Наша телекомпания, телекомпания «Познак МПИ» более 20 лет занимается научно-познавательным контентом, и наши программы идут по федеральным каналам, и основной наш потребитель это канал «Культура». Мы довольно давно уже сотрудничаем с Российским историческим обществом и с Фондом «История Отечества». В этом проекте «Линия роста» наша телекомпания производит 10 видеороликов 10-12 минутных. Я предлагаю посмотреть тизер этих роликов, чтобы вы понимали, про что я говорю. «Линия роста» Все это сейчас наша страна, но так было не всегда. Они были очень разорительны, страдали территория Нижнего Поволжья, земли донских казаков. Это было самое опасное направление. Западные претенденты на Россию, они были более опасными. Это не просто была какая-то одна единая линия, а это была такая эшелонированная оборона. Каждый город имел свою зону ответственности. Они должны были защищать эти рубежи конно-людное оружие. Не стояла на месте черта, границы подвигались южнее. Эти земли были черноземные, плодородные. Это влияло на саму экономику государства. засеченные линии, они играли очень важную роль именно в структурировании и формировании пространства и поселенческого, и военного, и экономического, и социального. Поэтому изучение оборонительных линий русского государства очень многое дает для понимания того, каким образом у нас развивалась внутренняя история государства. Мне очень жаль, что тут было такое видео, потому что на самом деле лекции получились достаточно динамичные и смотрятся они симпатично, несмотря на то, что тема крайне сложная и ее очень трудно экранизировать, потому что кроме всего прочего совершенно отсутствует какой-то визуальный ряд. Как правило, эти засеченные черты, они практически не видны, а те реконструкции, которые есть, их все равно недостаточно на 10-12 минут, чтобы это экранизировать. Так вот, о чем я хотела сказать и почему я порадовалась, что я последняя. Дело в том, что последняя выступая. Дело в том, что вот мой учитель, например, Лев Николаевич Николаев, может быть, вы кто-нибудь его знаете, была такая программа, очевидно, невероятная, и более 30 лет он там работал главным редактором, и все темы и тексты, которые Капица говорил, писал Лев Николаевич. И он говорил, что самое трудное было привлечь к участию в программе это гуманитариев. Потому что физики и химики с радостью туда приходили и рассказывали то, чем они занимаются, и таким образом популяризация их науки происходила очень активно в советское время. А вот гуманитарии все время зажимались и как-то не особо об этом любили говорить. Ну, если это не какие-то такие общие темы, я имею в виду именно про науку, там, как наука филологии или наука истории. И сейчас, когда я вот смотрю, сколько сил вы тратите на изучение вот этой темы линии роста, мне просто, например, жалко, что об этом знаете только вы и вот, и может быть, еще несколько человек. Потому что, несмотря на сложность темы, там все равно есть какие-то моменты, которые могут быть интересны самому широкому кругу зрителей. Мы попытаемся сделать эти ролики доступными и попытаемся рассказать большому количеству людей то, чем вы занимаетесь. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, работа нашего форума подошла к логическому завершению, но работа по теме исследований, я думаю, будет продолжаться вне зависимости от нашего желания. Дело в том, что мы уже выстроили определенную стратегию и пришло осознание, что это дело общее, что это дело государственное. И в этом и, собственно, Российское историческое общество, и Фонд Историотечества готовы нас поддержать. Но вместе с тем мы подошли к какому-то определенному этапу завершения той работы. Надеемся, что в ближайшее время мы с вами сумеем опубликовать материалы по Сибири и затем и третий том. Что касается собственно материала сегодняшнего обсуждения, для того, чтобы они не пропали в Туне, есть предложение нашего замечательного Айрата Габича, главного редактора специализированного журнала, вернее, альманах у нас, да, он скопусовский. Поэтому, если есть у вас для этого силы и возможности, позвольте, мы тогда обратимся к каждому из вас, для того, чтобы вы подготовили сегодняшние материалы в виде научной статьи, отчета, с тем, чтобы в ближайшем уже первом номере 2024 года, вернее, годовом выпуске, мы могли бы эти материалы опубликовать в качестве не только сборника статей, но и некой, условно говоря, коллективной монографии. Это было бы собственно нашим вкладом и итогом в работе за 2023 год. Вместе с тем, я так думаю, что мы будем обращаться неоднократно и к Российскому историческому обществу, и к Фонду Истории Отечества с просьбой поддержать инициативы и на будущие годы, и на 2024, и на 2025. Дело в том, что ряд исследований нужно провести, нужно вести работу над изданием книг, целый ряд проектов, которые мы с вами сегодня уже обсуждали, они требуют постановки на государственный учет, эту работу тоже нужно будет проводить, и мы очень надеемся на то, что эта работа будет проходить в тесном взаимодействии с соответствующими органами государственной власти по охране культурного наследия и в первую очередь с Министерством культуры Российской Федерации. Спасибо большое за плодотворную работу, за те дискуссии, которые проходят не в рамках сегодняшнего форума, мы сегодня как бы отчитываемся проделанной работой, но те мероприятия, которые проходили в течение последних нескольких месяцев, они показали, что мы достигли серьезного уровня, есть уже сближение позиций, в том числе по методологии исследований, по видению общему, и мне хотелось бы и в дальнейшем, чтобы не только историки, и не только архивисты, и не только археологи в чистом виде, но и специалисты других смежных специально-исторических могли бы к нам присоединиться для того, чтобы мы рассматривали самые различные темы и сюжеты, связанные с общим пониманием государственной политики того периода, периода 16-го, 18-го столетия, потому что добавляются вопросы и методологические, идеологические, политические, есть темы, связанные с хозяйственной деятельностью, все это становится тоже важным вектором наших с вами исследований. Еще раз спасибо, ну и я думаю филологи должны присоединиться, потому что такого разнообразия наименований черта, черт, засечные, засечные, мы, наверное, должны прийти уже к единой терминологии для того, чтобы друг друга нового филологического открытия радовать. Спасибо всем, благодарим за работу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова